Здравствуйте, дорогие мои читатели! Мы каждый раз, каждый день встречаемся с вами. И каждый раз такое доброе чувство, знаете, как с друзьями, такими близкими, родными, хорошими. Вот, открытыми, отличными людьми здесь, на юге страны. Здесь такая прекрасная публика. И столько честных, умных, отзывчивых людей, что даже не знаю, что тут сказать, просто слов нет. Вот, я хочу, вот с чего начать. Сегодня у нас будет встреча, которая коснется, вот с начала нашего встречи, вот сейчас коснется вашего региона. Вашего региона, потому что есть сплошная, вот весь Кавказ, вот Северный Кавказ и вообще Кавказ, это сплошная загадка. Историческая загадка, которую никто не хочет отгадать вообще. Понимаете, если посмотреть на Россию, на всю Россию, то Кавказ, вот говорят Кавказ, Кавказ, только разговоры по Кавказе. Знаете, здесь работы не ведутся по изучению Кавказа. Здесь археологи, историки отказались от Кавказа. И не знаю, я не знаю почему. Вообще непонятно в чем дело, что их отвратило. Я хочу вот что вам рассказать. Совсем недавно мы вернулись из станицы Баракаевской. Вот там у нас была работа, там намечается учебный центр в будущем поставить, в горах, там очень красивое, хорошее место. И вот местные жители пригласили меня, говорят, поехали, посмотришь кое-что, мы тебе покажем. И мы поехали. Поехали мы втроем на машине. Вот. Приехали в какой-то лес, потом вниз спустились по какому-то оврагу, потом еще какая-то равнина перед нами вышла. И вот проводник нам рассказывает, что в этом месте в 72-м или 75-м лета году, очень давно, они проводили работы. Работы по расчистке территории. Это для пастбища, для овец, чтобы того все послезло. И он говорит, я вот случайно зацепил тут одну плиту, вторую плиту. Вот плиты. Вот лежат огромные здоровенные плиты. То есть это некрополь. Древний некрополь. Это кладбище. Ну, интересное кладбище. Кладбище без курганов. Обычно курганы, вот индоевропейские курганы, это все народы арийской расы, это курганная система, да, захоронения. Большие, маленькие, разные. У нас вся Сибирь в курганах, вся степь Хакасская в курганах, и северный Китай в курганах. А здесь нет курганов. Здесь плиты лежат. Плиты сверху покрыты толстым слоем земли. И вот когда они расчистку делали, снимали этот слой, то зацепили. И что он еще сказал? Тут интересная вещь. Вот отсюда недалеко, километров 10, нашли скелет человека. Также вытащились. То есть под такой же плиты вынули его. А он оказался немаленький. В общем, один скелет просто без хрящей позвоночных, вот этот скелет, его измерили, а он немного, не мало, два с половиной метра. Значит, если все это прибавить, то получится под три метра. Ну, это, ну, 2,70. Это уже серьезный рост. Это гигантский человек, большой. И вот это кладбище, которое вот здесь, он говорит, я, говорит, поднял вот бульдозером край плиты, а там лежат скелеты. Я, говорит, не стал их мерить. Там здоровые скелеты лежат. Чьи? Вопрос. Тут же прибежали люди, закричали, пусти, не надо трогать, я бы это пустил. И никому дела нет. То есть здесь, у вас, на Кавказе, нашло свое прибежище, нашло, последняя раса крупных, больших, гигантских людей. Очевидно, здесь они дожили до исторического момента, потому что вот эти вот кладбища, которые вот лежат вот на поверхности, это ведь совсем недавно. Это ведь совсем недавно. И что это за люди? Ну, ясно, что они говорили на нашем языке, потому что нет в преданиях упоминания о том, чтобы гиганты говорили в каком-то другом языке. Вопрос. Откуда они могли взяться? И здесь, на Кавказе, цивилизация гигантов угасла совсем недавно. Ну, примерно 5-6, может быть, 7 тысяч лет до нашей эры. А может быть, и даже они дожили и до исторического момента. Вспомните Голиафа и Библейского, да? Тоже огромный человек. Откуда? Скорее всего, с Кавказа. Потому что на Кавказе здесь непонятно, что происходило в течение очень длительного времени. Я сейчас вам расскажу и такое, наверное, во сне не приснится. То, что вот нам удалось здесь понять. Ну, ладно, гиганты. Вопрос. Откуда они? Вот есть предположение. Современные ученые считают, что, скорее всего, они могли быть выходцами с Марса. Марсианская группа там притяжение не такое мощное, как здесь. То есть, гравитация, а не ракционное поле слабее, чем на Земле. Всегда было по массе меньше Земли. Возможно, там эта раса гигантов. То есть, та же самая арийская раса, то есть, тот же самый, та же самая белая, белые боги, те же самые, но не крупные, большие. Вот. Отсюда Святогор, отсюда Усыня, Дубиня, там, герои библейские, эти сказочные герои европейские, в сказках преданиях нартов, о них очень часто упоминаются. И почему-то здесь на Кавказе это было последнее их пристанище, последнее место, где они еще пытались создать какую-то свою цивилизацию. Наверное, они многое успели сделать, но какая-то сила их уничтожила. Какая, не ясно, непонятно. Теперь об этой силе поговорим. Значит, вот какая интересная деталь. Повели меня эти ребята с Баракаевской, нашу команду, показать еще одну интересную вещь. Идет такая длинная-длинная гора. Ну, довольно высокая, ну, как сказать, минут метров может 200-300 там, вот так вот она от подножья. На уровне моря где-то около тысячи метров. Вот. И по ней стоят самые настоящие шурфы шахтовые. Вот как в шахте. Я в шахте когда-то работал, знаю. Только без этих, ну, без самих лестниц. Обычно стальные такие скобы ставятся, по ним поднимаются, опускаются, люди. Здесь их нет. Но они круговые, выложены они из плит, каменных, и уходят в глубину. Непонятно, на какую глубину. Там они засыпаны. То там их забили, засыпали. Один такой шурф, второй шурф идет, там третий шурф, и когда мы остановились и стали смотреть, а что же тут такое, то вообще глаза отказались верить. Вот смотрите, что это? Это же горельник. Это красный горельник. Такие горельники образуются на местах старых телеконников. Вот я вам просто показать. То есть, что вот, когда шахта работает, выбирается уголь, а породу выкидывают на горах, подымает вагонетка, там специально так сделано, что она подымает, значит, и высыпает. И получаются огромные-огромные терриконники. Терриконники черные, потому что порода, она пропитана углеродом, пылью, угольной пылью, она черная. Но потом при соприкосновении с кислородом происходит самовозгорание. И терриконники дымят, стоят, пропыхтят. Вот я сам в Кемеровской области там выжил, жил там. Почему выжил? Потому что, когда дует ветер, все с терриконников несет в горы. Представьте себе, это пыль угольная. Когда терриконники взрываются, там накапливается газ, они взрываются, эти терриконники. Летит несколько десятков метров эти камни летят, тоже на горы летит все это. Там повешаешь белье, но черные становятся, это другая уже тема, но в конце перегорает терриконник и вот такая красная порода образуется. Песчанник, ну, красный, под температур, он был под воздействием температуры, он мягкий, он мягкий, он не такой твердый, его разбить легко. Я посмотрел копию нашей породы, но здесь у вас целые горды сложены вот из этого вот такого песчаника красного, перегоревшего. То есть, вы понимаете, то ли здесь были шахты когда-то, очень древние, квершилги пробиты там внизу, гигантские пустоты, возможно, если когда-то добывался уголь, которого сейчас нет в настоящее время, может, его уже, а может, он и есть, никто же не знает, кто там делается внизу-то у вас. Вот. Но вполне возможно, эта порода вынута для того, чтобы создать пустоты внутри. Огромные-огромные пустоты внутри Кавказа. Гигантские квершилги, галереи, и все это, вся эта порода выброшена наверх, заросла, там все заброшено, значит, почвой, там образовалась, естественно, почвой, наши терриконики все зарастают в Кемеровской области, они буквально там зарастают через 40-50 лет и получаются гораздо. Там даже деревья растут, там лес получается, понимаете, на этих террикониках лес, там ягода растет, потом слой почвы, здесь то же самое у вас, но масштаб другой, громадный масштаб, это весь Кавказ получается, вот, мы сколько ехали, специально съездили из Май, там то же самое, там такие же точно, вот, такая же точная порода, то есть здесь какая-то была цивилизация, цивилизация была серьезная, подземная, ее создавали, очевидно, не одно столетие, а может и тысячелетие, и выбрасывалась эта порода, и образовались эти горы, часть ландшафта создана искусственно здесь, искусственно, а что там внизу, никто не знает, никто же не спускался в эти шахты, скорее всего, эти все шахты, это вентиляционные колодцы, вентиляционные, специальные, чтобы воздух поступал куда-то, в глубину, но интересно, еще одна деталь, когда я присмотрелся, и все мы посмотрели, а что же сверху-то, а вся гора покрыта сплошными воронками, от взрывов, я с одного места насчитал 14 воронок, в чем воронки гигантские, здоровые воронки, уже сколько лет прошло, и эти воронки до сих пор хорошо видны, представляете, что получается, значит, была война, одна на одной воронка, мы так сначала подумали, может быть, какое-то кладбище раскапывалось, но не могут кого-то хоронить, ну, на одном и там же месте, буквально в трех метрах, это слишком, да и что копать-то, ну, сплошное кладбище, что, там что, все богатые могилы были, что, там же были всякие могилы, ясно, что всех подряд раскапывать не могли, да и потом, куда девать это вот, ну, раскопанное все, эту порогу, куда-то тоже девать, а здесь видно выбросы, то есть пропахали, пропахали, может быть, тысячами взрывов, мы посмотрели, сколько там считать не стали, потому что все горы усыпаны вот этими воронками, сплошными воронками, потом я узнаю от наших ребят, что воронки, вот с кем ездили в Мизмай, ребята, там Стас был, вот, его там жена была, вот они вдвоем мне объяснили, что наверху, там, на самом вот, хребте, там то же самое, идешь, сплошные воронки, все разрушено, то есть здесь горела земля, горело небо, здесь что-то творилось, и кому-то надо было бомбить вот эти вот территории, где внизу располагаются пустоты, и вот эти вот шахты вентиляционные, возможно, кому-то пришло в голову эти шахты завалить, взрывы, снести их просто, чтобы люди там, которые ушли под землю, задохнулись, так это о чем говорит, вы понимаете, это же страшно, это, что такое здесь была такая битва, невероятная, здесь, на этой территории, так вот, теперь немножко становится понятна история Кавказа, значит, после уже вот этого, этого сражения, вот всего то, что произошло, возникает цивилизация Гальменов, значит, люди как-то выстрелили, выжили, эта раса осталась жить, исчезли гиганты, возможно, это как раз и уничтожались гиганты, в общем, вот такая интересная вот версия, но о ней пока, я даже не знаю, как тут ее, с какой стороны раскрутить, понимаете, значит, еще интересная деталь, у вас здесь тысячи диких пещер, много пещер находится вот, по главному хребту, и в этих пещерах до сих пор, во многих людей, людей вообще никого еще и не было, но кто там побывал, они интересные вещи рассказывают, иногда встречают скелеты, медведей встречают в пещерах, огромные скелеты, встречают людей скелеты, но встречают и черепа, и черепа гигантов, большие черепа, не такие вот там трехметрового роста, ну, череп большой, конечно, но не такой, а там встречаются черепа, с двухметров по 70, вот, это огромный череп, значит, здесь выходит, цивилизация гигантов когда-то пришла и медленно, медленно угасала, и люди становились меньше, 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 и уже вот дошли до 2,5 метра, потом они вообще, наверное, превратились в такие же, как и мы с вами, то есть, каждому, может быть, здесь местному жителю дечет еще и кровь гигантов, вполне возможно, потому что это по расе, они будут близки к нам, вот такая интересная вещь, и вот сразу возникает вопрос, а что же здесь было, и вообще, что за цивилизация была здесь, на Кавказе, и она ли, была ли она одна, вот такая вот, оторванная, от всей Айкумены, от всей Азии, от территории Евразии, оказывается, совсем здесь она не была оторвана, понимаете, тут все было едино, я хочу рассказать вам о Великой Тартарии, то есть, скорее всего, Кавказ, это была территория пограничная, граница великой гигантской азиатской империи, евроазиатской империи, которая простиралась от Северного и Ледовитого океана до Индии, включая Индостан, вот, включая Северный Китай, включая Северную Америку, Северную Америку, я не оговорился, правда, Северную Америку, потому что там очень много найдено сейчас остатков вот именно людей белой расы, там нет гигантов, но там высокие тоже люди были, там находятся мумии, достигают, в общем, мумии женщин, метр двенадцать, это мумии, понимаете, это засушенные женщины, там вот, находят людей высоких очень тоже, белой расы, волосы светлые, русые, вот, и города, руины городов, ну, вы, наверное, слышали о полнорезе около Нью-Йорка, видели, там какой-то целый город разобрали, перенесли, положили в море, вот, и бородатые лица смотрят сейчас вдаль Атлантики, вот, и их обмывают волны, лица белых богов, то есть, белые, бородатые люди нашей расы, кто-то это уничтожил, зачем, неясно, непонятно, кому-то надо это все скрыть, ну, понятно, кто за этим стоит, вы, наверное, я не буду объяснять, и кто этим дирижирует, этим процессом, так вот, эта гигантская, огромная империя, о которой я говорю, да, вот, она включала и Кавказ, она включала всю Восточную Европу, и, и включала север, то есть, это территория Кольского полуострова, современная Карелия, вот, и вплоть до Скандинавии, то есть, может быть, вполне возможно, сейчас пока не ясно, мало кто знает это, но Скандинавия тоже входила, вот, как бы, частью, частью, вот, в эту империю, может быть, не вся, но, частично, 100%, потому что на Кольском полуострове находятся те же самые руины, такие же точно, значит, подземные ходы, те же самые образования, сделанные непонятно кем, и очень их грамотно, вот, что и на юге. Одна и та же цивилизация мегалитов, огромная, мощная цивилизация. И вот, эта империя, они стараются, они стараются не говорить, они стараются вообще молчать, только единственное, что до 17 века Европа тряслась в ужасе, от того, что Тартария может атаковать Западную Европу и уничтожить ее. Понимаете? О Тартарии очень много разговоров. Что такое Тартария? Вот, знаете, есть ученые, которые так говорят, что, Тартария, это вообще вся Азия, вся Азия, вот, и в Западной Европе просто боялись племена и народы, которые были, которые жили на этой территории. И что никто их не делил, назвали их просто Тартарами, вот, и все время Европа опасалась на нападение, движение с Востока на на Запад, вот, и якобы это просто собирательное название, которое вот таким образом осталось в памяти европейцев. Но, есть вопрос, почему карты Тартарии подробны? Их не европейцы создавали. Существуют карты Тартарии. Вот о них сейчас стоит поговорить. Что это за карты? Ну, наверное, вы слышали про выставку карт в Москве. Вот, Алишер Сулейманов, по-моему, приобрел эти карты за огромные деньги, но все эти карты, все, они копии. Они копии, написанные на латинском языке. Подписи стоят на латинском. Вот, и эти карты, естественно, все отредактированы. Там нет древних дорог, там нет древних городов, там что-то упоминается, что-то есть, но название есть, а вот точки места, то есть координат нет. Как найти? Вот название, просто название по площади. А попробуй определить, что это, где это. То есть, конечно, Владимир Владимирович человек серьезный, он решил вернуть России ее подлинную историю. Кто мы и откуда. То есть, наши корни. Но как эти корни можно вернуть по таким вот картам? То есть, ясно, что эти карты подсунуты нам, ну, не только копии, но они еще отредактированы. И так, что здесь очень сложно по ним ориентироваться. Но я вам скажу одну деталь, которая вот, ну, вас должна заинтересовать. Настоящую карту я видел своими глазами. Я видел ее в Сибири. Настоящую карту Тартари. Я ее изучал несколько недель. Я ее даже зарисовал местами. Я написал название этих городов мертвых, которых очень много. Очень много. Кроме этого, существуют дороги. У вас здесь найдена тоже часть дороги. Ее называют Римская дорога. Так, она похожа на римскую. Но это гигантская дорога куда-то идет неведомо куда. То есть, она вышла из-под земли и ушла. Вот если ее начать раскапывать, эту дорогу, там плиты по 80 сантиметров, такие вот каменные плиты вложены по метру, кстати, по квадрату такие вот, да. Она, конечно, приведет куда-то эта дорога. Очевидно, в древности вся империя была именно этими дорогами соединена. И римляне скопировали эти дороги для себя. Понимаете, как получилось? И не надо говорить про скифов, не надо говорить про сарматов, как будто это были отдельные племенные союзы какие-то. Это был один, единый народ, разные только княжества, разные царства. Вот когда начинаешь изучать Махабхарату, да, там получается вроде бы единый мир арийский, огромный, но очень много разных царств. Современная Махабхарата, она, ее стараются втиснуть на территорию Индостана. Но вы, наверное, должны понимать, что Индостан и сейчас еще представляет собой, даже плоскоборье декан, это сплошные джунгли. Там дорог-то в настоящее время не так много, а здесь речь идет о степной территории, о лесостепи. Понимаете, огромные просторы, гигантские просторы без всяких джунглей. Джунгли не упоминается вообще. Есть упоминания о лесах, но это не джунгли, это совершенно другая территория. Леса могут быть только в Иране, но там опять сплошные горы, там Иранская Нагора, здесь степи. Так вот, примерно то же самое и представляла собой Тартария. Но Тартария это вторая империя после империи Куру. Империя Куру, а не память осталась, а ее гибели написано хорошо Махабхарати. Это примерно 8000 лет до нашей эры, а может и даже и древнее. Поэтому трудно сказать, когда она погибла. Но погибла она, конечно, ужасно, потому что по описанию Махабхарати там погибло в пределах 680 миллионов во время этой войны на Кубах Шетре. То есть погибли не только воины, но погибли и женщины, и дети, и старики. И это оружие было использовано в массовом уничтожении повсеместно. Если посмотреть на пустыни, современные пустыни, вот поиск пустыни, смех интересно, начиная от Токламакан, западной Китая, и кончая Средиземное море, сплошная пустыня. И вся Северная Африка сплошная пустыня. А когда начинают рассматривать эту пустыню со спутников, то в этой пустыне сплошные руины торчат, крепости, города. А в Север Африки, в Север Африки, ведь там же огромные стеклянные поля, черного стекла. Мне прислали эти фотографии ребята из Риги, наши националисты латыши. Только не подумайте, что националисты их, они наши, они с нами, это те, которые мечтают о соединении России и Латвии, это латыши в доску своей, это арийские латыши. Они вот и нашли эти фотографии и мне их прислали. Когда я смотрел, там такая женщина Инта стоит во голове всего этого движения, она нашла эти фотографии где-то, даже не знаю где, где-то в спецслужбе, где-то там у них она выкопала, потому что в гугле этого нет, там все стерло сейчас, там ничего не увидишь. И вот там стоят руины городов, пирамиды, руины городов, торчат из этих, из этих, значит, из барханов, там стены какие-то и сплошные, сплошные, начиная от Атлантики, кончая Египтом, все разрушено, представляете? Все в дребезге разнесено. И вот эти пустыни и так начинаются с Атлантики, да, Средиземное море, переднее Азиатское и пошло, и до самого Китая. Можно предположить, что именно на этом месте, на этом месте и произошла вот эта великая битва, где было применено оружие, которое превосходит наше, современное, во много раз. Очередно, лучевое было оружие применено, вот, очень сильное термоядерное оружие, причем такого качества, что не осталось радиоактивного фона, он быстро, этот радиоактивный фон просто ушел. И выгорел гумус, выгорела почва, а когда почва сгорела, то пески и все эти вот материнские породы стали лезть наружу, они пошли наверх. То есть это случилось не сразу, понимаете, там процесс долгий. И вот когда после этой войны, вот этой вот страшной войны, когда погибла империя Куру, то на ее руинах возникла Великая Тартария. Но она уже возникла не в Африке, в Африке ее не было, Африка так и осталась все, и Европа тоже. Но Европа, она как бы в стороне, это она стояла в стороне, всегда омываемая океаном, сырая, непривлекательная, в то время она была и холодная. Гольфстрин еще ее не омывал, Гольфстрин уходил в сторону Канады, он шел именно по Канаде, потом стал приближаться к Европе, и в Европе становился климат все лучше и лучше. Так вот, Тартария возникла как раз тогда, когда его была холодная, сырая, непривлекательная, там в ней жили в основном, на этой территории жили иберийские племена, смесь белой расы и неандертальцев, их называли еще фаморами, и вот из них как раз и написал Орков, описал Толкин своих Орков, вот эти вот самые фаморы. А гигантская территория Евроазии, вот восточная Европа и территория вот всей Азии, это была колыбель белой расы в то время. В то время это здесь монголоиды только стережили Юго-Восточная Азия и джунгли, и все. Центральный Китай сейчас вот раскапывают китайцы, они находят там черепа и скелеты и дома рубленные, сделанные как положено, именно вот наши расы с вами. То есть огромная, гигантская территория. Ну что нравится мне китайцев, китайцы не говорят, что это их земля, они прямо говорят, здесь жили вы, здесь жили дельнии, здесь нас не было, мы пришли, мы все выходцы с юга, а эта территория была занята белыми людьми и они не отрицают. Они даже не отрицают, когда в пустыне Такламакан стали откапывать мумии, огромное количество мумий тахаров, так называемая тахарская цивилизация была белых людей, русые волосы, русы или светлые, высокие, красивые, китайцы не отрицают, да, это вы, это ваша раса, это не мы, это вообще вся цивилизация здесь ваша. То есть они вот честно говорят. И самое главное, они вот что говорят, что все вот эти вот пустыни стоящие пирамиды, их более 50, вот пирамид, сейчас уже насчитывается около сотни, там маленькие еще пирамиды, они огромные, они земляные, или они сделаны из камня, никто не знает, потому что сами китайцы эти пирамиды не трогают. Вот все эти пирамиды сделаны не нами, то есть не китайцы, они боятся их трогать. Говорят, если мы их затронем, мы залезем в эти пирамиды, а там пустоты, там огромные квирши, там огромные пустоты, эти залы подземные под пирамидами, все связано, там города стоят под землей, они это хорошо понимают и знают, если их так поднять на горах, дать ход вот этим знаниям, тогда надо переписывать всю историю человечества, поэтому они вообще не касаются, но они не отрицают, вот это порядочно, непорядочно поступают американцы и канадцы, они стараются уничтожить все среди белой расы на территории Канады и на территории Америки, ну вот вы уже знаете, вот этот город вы его видели, а ведь там же в Заполярье, на Аляске города стоят, натурально брошенные города, стоят на пирамиде, стоят города, ступенчатые пирамиды, одна пирамида больше, даже чем в одном из городов, больше, чем в Теотилхуакане, название города неизвестно, никто не знает, индейцы не знают, никто, просто здесь жили какие-то боги, жили белые, да, белые боги, а они здесь постоянно жили, то могли исчезнуть, они ушли куда-то, вот они, в общем, короче, испарились. Так вот, Тартария стала распространяться не в сторону Африки, Европы, а в сторону Америки. Когда она возникла, когда после вот этой вот Великой войны на поле Курук-Шетри, то она, вот эта вторая, последняя Арийская империя, белой расы, она стала двигаться на восток. То есть, это Аляска, это Калифорния, это территория Канады, и хочу ваше внимание вот на что обратить. Вы знаете, это легко доказывается, это очень легко доказывается, просто никто не хочет на эту тему думать. Вот смотрите, у нас возникает пушная русско-американская компания, ее создал Великий Шелихов, наш предприниматель и подвижник. На острове Кадьяк строится наша, даже школа строится для эскимосов и алиутов. Начинается освоение Аляски. Вот таким вот образом. Но какое освоение? Вторичное. Оказывается, по Аляске десятки городков, городов, деревень стояли русского народа. Как он там оказался? Мало этого, не только по Аляске, по всему Западу Америки, вплоть до Калифорнии. И сам Сан-Франциско основан русскими, понимаете? Это уже американцы не отрицают сами. Откуда там взялись-то русские в 17-м веке, когда американцы еще не могли пройти сквозь эти прерии свои, прийти на берег Тихого океана, там вечная война с индейцами. А здесь русские жили. И это это берешь просто вот учебники, современные учебники, и начинаешь читать. Откуда? Вообще, для чего лезть в Америку русскому народу, когда Сибири-то хватает? Тут такие просторы в Сибири, да и неплохие здесь земли. Здесь богатейшие угодья. Тут юг Сибири, это же степь, это же теплый, хороший климат. Алтай, взять Алтай, да? Посмотрите, что там делается. Там до сих пор, там райский уголок, да? Взять там Саяны, взять Забайкалье, ну, и зачем лезть в Америку? Вот непонятно. И ведь никто это не пытается объяснить. То есть, это остатки того населения, которое когда-то здесь на тех местах было, ну, сохранилось, понимаете? вот. И что тут еще интересно? Интересно то, что вот эти вот воронки, сплошные воронки, удары непонятно какого оружия идут уже не по линии вот этих вот пустынь, начиная от Атлантики и кончая Китай, а уже по всему северу. По всему северу, по Сибири, по Алтаю, вот, по Саянам, на территории Кемеровской области, на территории Минусинской котловины. То есть, понимаете, это совсем недавно. Это совсем недавно. Вот тут есть люди, которые со мной, двое здесь вас, ребят есть, которые со мной были на Тому. Мы изучали там руины древних поселений. Вы знаете, сначала мы так думали, что они древние. Ну, так все думали. Думали, там зона размыва. Потому что идешь по керамике, керамика трещит под ногами. Берешь эту керамику, а на этой керамике точная копия шумерских орнаментов, как в Персидском заливе. И мы тоже думали, ну, наверное, дожди там или что, песок. И интересно, песок, почвы нет. Опять песок, понимаете, интересно. На этом песке сплошные сосны. Сосники растут хорошо. А почва, а куда делась почва? Почва-то должна же быть. Травы-то все равно растут. Даже хвоя падает, сосень, она все равно создает почву. То есть, совсем выходит, недавно, недавно все это сгорело. И сгорело все, даже почва. И только сейчас до нас вот дошло, что это совсем не так давно было-то. И все эти поселения, знаете, они буквально вот 2-3 километра, самое большое. Густое население в Сибири. Одна деревня, вторая деревня, третья деревня, четвертая деревня, понимаете? Ну, рядом. Мы в 5 дней нашли 5 поселений. Все рядом. По небольшой речке, недалеко от реки. То есть, это было время, когда там даже выходит, что, была степь, там не было тайги. Потому что только по степи можно было напрямую ездить, на коне или там на ком-то. Обычно же, когда тайга пришла с юга, тогда только по реке вся дорога до река. А тут, тут от реки 8 километров. Стоят капища, наши солнечные капища, четко сделаны. Вот храмы настоящие, точно такие же, как в Восточной Европе. То есть, в центре храм, одно кольцо, второе кольцо, третье кольцо. Правда, там местами они размыты, местами уничтожены. Возможно, даже взрывы, потому что часть от такого кольца, вот, часть просто выброшена, нет его. Вот. не стала, таким образом испарилась. Вот. Понимаете? И вот, невольно тут возникает вопрос. Как же умудрилась за кулисы спрятать от населения, от земли, от нас, от всех, память о гигантской империи, о двух империях, о двух. Первая, это империя Куру. Они, как говорят, вот это Куру, великая империя, которая объединила всю, весь этот самый, все Азию, вот она объединила эта империя, ну, они написаны Махабхарати, да, вот в этой империи. Ну, там, Махабхарати, это ворьё. Кто-то придумал, кто-то написал, там, автора нашли, там, в общем, всё это можно придумать, конечно, не придумаешь 18 домов, это огромное, огромное, наследие, это веды, да, вот, ну, так говорят современные учёные, о Тартарии, Тартарии исследованы. Интересно то, что карты Тартарии не создавались европейцами, западные европейцами, они достались европейцам в готовом виде, когда они оказались в Индии, в Иране, когда оказались они в Китае, вот откуда эти карты принесены, то есть эти карты были сделаны одновременно с картой Антарктиды, с картой Гипербореи, то есть те только древнее, вот Антарктиды как-то древнее намного, и карта Гипербореи тоже, но выходит, это что, карты сделаны уже Тартарами, так называемыми Тартарами, а Тартария, это переводится, северная земля Ария, правильно переводится, Тартар это тьма, это северная холодная тьма, вот, и у греков, помните, Тартар, это, у них там по-другому немножко, но это подземная темная царство, то есть северная земля, арийская земля, вот правильно переводится, отсюда родилось слово Татары, а Татары, оно ничего не означает, правильно Татары, нет Татары вообще, Существуют болгары, волгари, живущие по Волге, славянские народы жили по Волге, потом эти народы низких племен их насильно крестили, вернее не крестили, а навязали им ислам, это сделали хазали когда-то, отняли у них культуру нашу славянскую, вот добавили потом к ним низких племен еще угров, которые осели там, они смешались, немножко монголоидность какая-то появилась, но не у всех, далеко не у них, есть татары, ничем ты не отличишь от славянина, голубые глаза, белые волосы, белая кожа, совершенно такой же человек, разницы нет, да, вот, так что вот так, и то же самое с сибирскими татарами получилось, сибирские татары тоже, интересно, татары сибирские, крымские татары, а на самом деле крымские татары это, ну, часть, часть Великой Тартарии, они просто не знают об этом, сами крымцы, если бы они знали, они бы не бунтовали против нас, они ближе к нам, чем к туркам, намного, ну, хотя турки тоже являются частью Великой Тартарии, турки, вот, но это уже другая история, турки ушли из Тартарии, они уходили из Тартарии в 15 веке, в 14-15 веке, и Тимур великий, да, он, был князем на юге, вот именно тартарским князем, эмиром, он, и даже не назывался императором, когда создал империю, он воевал с турками, хотел вообще уничтожить, потому что они ушли, они, по его мнению, были ренегаты, собрались и ушли, не подчинились ему, вот он с ними вел войну, но добить их не успел, если бы он их добил, наверное, Бизантия бы устояла, да, это уже долгая история, так вот, значит, интересная вещь, что карты Тартарии сделаны самими тартарами, потому что европейцев в то время не было ни на севере, ни на востоке Азии, ни на юге, они только начинали, начинали открывать, это был 17 век, понимаете, это только начало великих географических открытий, а карты уже были, значит, империя была очень высокого уровня, теперь насчет городов, насчет городов, знаете, вот как они лихо нам врут, вот мы знаем, например, ну, на примере Восточной Европы, да, вот мы знаем, например, что был город Чернигов, был город Киев, там, был Смоленск, были там, была там Москва древняя, там, вот, был непонятно, какой город на месте Петербурга, сейчас уже ясно, я о нем хочу отдельно сказать, там тоже был город, вот, городов было масса, называли эту страну Гордарика, Скандинавию, называли прямо, потому что городов там тысячи были, не сотни, потому что если посмотреть с востока, с запада на восток, да, или с востока на запад, до Тихого океана, это же сплошные города и сплошные дороги, кстати, интересно, дороги до сих пор в Сибири сохраняются, я сам по таким дорогам куда-то разгуливал, но я не знал, что я иду по дорогам Великой Тартарии, я просто не знал этого, я не знал, это было давно, а потом, когда я это понял, потому что листница, которая лежит через болото, она превратилась в камень, топор, ударив в эту листницу, он зубрится, она каменная, то есть сколько же лет она лежит в воде, и окаменела, понимаете, ну, это отдельная тема, так вот, я сейчас расскажу про это, если вам интересно, чтобы вы знали, часть такой империи, вот Кавказ занимает, так вот, это вот Великая Тартария, значит, гигантская империя имела огромное количество городов, и все эти города были связаны между собой дорогами, эти дороги я рассматривал на карте, название дорог этих есть, и дороги эти через Ураны идут, дороги идут с юга на север, да, до Скифского океана, так называемый Скифский, хотя он в то время назывался, вот, Северное море Тартарии, так оно называлось, никто не называл Скифским, потому что Тартария, она, это уже более поздние карты, Скифский океан, это Белое море, Баренцево, Карское море Лаптюх, это потом уже названия такие пошли. Так вот, как эти дороги были интересно сделаны, где горы, там они были выложены из плит, они были из плит, выложены, и дороги эти до сих пор встречаются, они заросли ерняком на Восточной Сибири, там, они там, на них там растут сейчас лиственницы небольшие, но они, если почва есть вот такая, уже там все зарастает, там почва больше, но ивенки хорошо это знают, ивенки, ивены эти дороги отлично знают, они ими пользовались всю свою историю, придя в Сибирь, они стали пасти оленей и гонять оленей по этим дорогам, с юга на север, с севера на юг. Когда я узнал, а как я узнал? Одна легенда ивенкийская мне рассказывает, что, значит, ивенки с Има начали войну с юраками, а юраки, это живот, ну, у Абской губы, это одно из племен немцев, и что они там задрались, я не знаю. Я говорю, ну, и что вы такое расстояние с Чулыма, с Кити, Томской области, две тысячи километров туда ходили воевать, ну, и что, сдурели, вам что, это, ну, с вами посходили, что ли? Это же невозможно, по-друге, да ты что, там такие дороги, там напрямую, гони оленей, напрямую, на линях зимой, запросто. Я тогда не поверил, думаю, чего вы рассказываете, а потом начали мне рассказывать другие венки уже. Они, вы представляете, это Нижняя Тунгуска, Ангара, Подкаменная Тунгуска, они ходили в пермскую ярмарку торговать в Пермь. Когда я это узнал, ну, вы что, думаю, вы опять сказки мне рассказываете, как вы могли такие расстояния преодолевать? Они говорят, да дороги же, дороги напрямую, через все. Мы сначала шли на север, потом вдоль Ваха, а по Ваху там хорошие сосновые бара, через Енисей переходят и Ваха. И по Ваху там сосновые бара, хорошие, отличные бара сосновые. Там есть где кормить оленей. И вдоль Ваха, прямо напрямую, там идет по Солыму и через Ирдыш, потом на Урал. Там не просто дороги, они там сделаны так, что оленей кормить можно. Там есть ядер. А оттуда как уходили? Да как они уходили мы оттуда? Мы шли на солнце. Уже весной. Вот только перебежим, значит, реку, она взламывается. Мы по льду переходим, она за нами взламывается, ледоход пошел. Перешли Енисей, Енисей пошел. То есть они торговали пушины, вот таким образом успевали. Успевали после охотчивого сезона уйти в Пермь и вернуться. Вот эти дороги до сих пор еще есть. Их можно увидеть. И Тунгусы, и Венки хорошо их знают. Городов нет. Города, потому что просто они засыпаны, разрушены. Хотя места такие, что надо заниматься этим. И самое интересное, что все, вся вот эта огромная территория покрыта воротками. Знаете, интересно то, что много озер возникло в тех местах, где были эти взрывы. Взрыв, озеро, потом взрыв. Подходишь, смотришь, круглое озеро. А вода идеально чистая. Но в этом озере без сих пор никто не живет. Там нет ни дафни, ни циклопов этих, то есть планктона никакого, рыбы никакой. Бывает, попадается рыбешка, заплывает, она такая белая, прозрачная становится. Как правило, эти озера, они все лекарственные. Вот люди там, кто там остается, вот бывают больные. Даже вот одно озеро знаю, называется Монштучное. На этом озере вот тут двое ребят были, они знают, кто со мной здесь, я в зале. Идеальная вода. Вот ты ныряешь на глубину, например, там, ну, 3 метра можешь нырнуть, там, 2 метра. Там заходишь, метров 500, идешь, глубина, попробуй, все. Ну, постепенно, а потом сразу идет обрыв. И там глубина непонятно какая. Так вот, настолько чистая вода, что на 100 метров не для человека. Вот человек покупается на 100 метров, ныряешь и его видишь. Под водой. Вот такая вода идеальная. И люди там практически все болезни выречивают. Живя на берегу этого озера. И таких озер, потом я узнал не только здесь, у нас и около Нарыба такое озеро есть. Хорошие папайды, гены, пакетит такие озера. Все сплошь в этих озерах. Озера бывшие, воронки, как у вас здесь. Вот как у вас здесь, на этих хребтах. Понимаете, какая интересная вещь. Так вот, интересно, здесь что? Что, куда делось? Ну, понятно. Вы представляете, сколько городов? Если вот нам, хочу остановиться, нам рассказывают, что города, вот эти названия есть, европейские наши, да? Ну, все, которые мы знаем. А вот даже посмотреть на юг, а ведь тоже половцы, оказалось, имели тоже очень много городов. И даже историки не отрицают, что они зимой жили в городах, а летом пасли скот и занимались земледелием. Вы знаете, что вообще все придумано, что были какие-то качельники. Были качельники печенеги, были качельники половцы. Вы знаете, что даже буряты не были качельниками. Когда бурят открыли, вот русские пришли в Забайкалье, они тогда уже сеяли пшеницу и выращивали рожь, и вечминь выращивали, выращивали оверс. Вот. А почему они жили в юг, потому что так удобнее было убегать от монголов, потому что монголы были под боком, они их уничтожали. Монголы часто делали набеги, поэтому бурят постоянно на одном месте старался не жить. Ну не от того, что ему не нравилось, а от того, что враги рядом. Вот поэтому он старался уйти. Когда русские пришли, буряты пришли к русским, тут же стали строиться. Тут же стали строиться, рядом юрты, рядом дом, все, как у русских, все стало. Заниматься земледелием стали. То есть было многоукладное хозяйство и у половцев, и у печенегов. У всех этих народов, и все эти народы говорили вот на юге Руси, они все говорили на русском языке. На двух языках они говорили. Русский язык, это был главный язык, это священный язык, это язык скифского народа, то есть язык предков. И второй язык, это был язык тюркский. Эсперанто, язык придуманный нашими жрецами очень давно для объединения монголоидных народов, которым было очень трудно освоить русский язык. Русский язык сложный. И для этих народов, для монголоидов, которые жили на юге, например, в Юго-Восточной Азии, им было предложено вот это, понимаете? Ну, а китайцы, это отдельная раса, они нужно отдельно говорить. Они, китайцы, естественно, говорят на своем языке ханский язык. Им дали язык другие люди. То есть не наша раса им дала язык, но они тоже получили этот язык. Хотя управлялись, очень долго управлялись нашим народом. То есть это легенды о Янди, о Хуанди, двух... Ди, это означает белый. Ян-ди, то есть Ян белый, да? Хуан белый. Ну, Хуан, скорее всего, был Иван белый. Может быть так, да? Вот. На их языке. То есть это первая их империя возникла в китайской 2400 лет до нашего. Вся эта сказка про восьмитысячную историю Китая, это просто сказка. Потому что сейчас уже понятно, что 6-7 тысяч лет до нашей эры это были просто племенные союзы китайские. Государства не было. Вот. Да, эти союзы вели войны, да, эти союзы атаковали часто вот эту Тартарию, будем так говорить. Это примерно около 7 тысяч лет до нашей эры. Они были разгромлены, поставлены на место. Отсюда начинается новое исчисление. Вы, наверное, это слышали. Вот. Но государственного образования у китайцев не было. Оно появилось только 2400 лет. Это благодаря, опять-таки, переселению с севера. Каждый раз волна северного народа. Китайцы называли северную империю так и называли. Великая северная империя белых дьяволов. Белых дьяволов они называли. Они и сейчас нас называют белыми дьяволами. Вот, к сожалению. Вот так. Это укоренилось у них. И не потому, что они злые на нас там. Но вот так было. Вот восстание Хатуани, например, было в конце 19 века, да. Они тоже говорили. Белые дьяволы. Восстание боксеров, например. Вот. Но это уже китайцы. Вопрос вот в чем. Как умудрились вот эти вот самые наши историки и иезуиты, прежде всего Ватикан, воздействовать на научные круги мира, чтобы закопать, уничтожить память о Великой империи? И почему она погибла? Вопрос очень серьезный. На этот вопрос ответить сейчас практически никто не может всерьез. Потому что кто начинает подходить к этому ответу, это вот ищет этот ответ, да, попытка найти ответ, куда эта империя подевалась и что с ней стало, натыкается на такие вещи, которые просто, ну, уму непостижимы. Просто отказывается сознанию воспринимать то, что могло случиться на этой земле. Просто вот так получается. Но, например, я сейчас издалека хочу объяснить. Вот, например, вы знаете про Великую Орду? Про нашествие Чингисхана, да? Вот. Чингисхан, якобы монгольский, это сказка, это легенда. Монголов тогда вообще, ну, вот, в Монголии не было. Монголы жили в Восточном Тибете, два племени, это Халху и Айраты, два племенных объединения. Почти в каменном веке они жили. Они-то сами знают, они отлично понимают, кто и такие. Они потом пришли на эту пустынную землю, там поселились, стали заниматься скотоводством. Они не знали, что они монголы вообще. Это им придумали название такое, да? Придумали наши историки. Так вот, получилось так, что вот эта империя, гигантская империя, стала вести войну. В XIII веке вдруг она объединилась. Отдельные племенные княжества стали соединяться в одно целое. Соединил их некий Тимчак. Тимчак – это русское название имени Чингисхана. Его Тимуджин называют, Тимучин называют, Чингисхан – это уже китайское название, вернее, джунгарское название. Есть упоминание, что его просто звали Иваном. Великая империя, азиатская империя Ивана. Вы почитайте для интереса того же Марка Пола. Он описывает эту империю. Марка Пола, да, Марка Пола. Да вы найдете его, наверное, найти можно. Так вот, есть даже упоминание. Якобы Чингисхан воевал с империей Ивана. И Иван разгромил Чингисхана. И такая есть легенда. На самом деле, ну как мог сам с собой воевать, понимаете? Скорее всего, это шло объединение племен в единое целое. То есть собралась Великая Северная империя в одно целое. И там смотрите, что получается. Интересно. Она разгромила эту империю Сазукито. Но Китай-то был в то время государством и неслабым. Китай объединил все вокруг бонгалоидные народы под себя. Кроме этого, диспатия была жесточайшая. Кроме того, он имел хорошую промышленность. Они были строители шикарные. Они плавили сталь. Они разводили хороших коней. У них была мощная конница. Они скопировали у дин-линии, да, у северного народа. И каким-то образом, значит, Китай был разгромлен. Половина Китая была сразу разбита. Южная часть долго боролась за свою независимость. Но их спасали джунгли. Но наступление идет не только на Китай. Наступление идет на мусульманский мир. На мусульманский мир. Там что? Там империя Хареншаха, Мухаммеда. Империя Хареншаха вбирает в себя всю Среднюю Азию, бывшую Сальдиану, Бактрию, весь Иран. Там, вплоть до Персидского залива. И вот эта могущественная империя, имеющая мощную промышленность, сотни городов, где работали тысячи кузнецов, которые ковали булатное прекрасное оружие, имели коней лучших в мире. Никейские кони, слышали, наверное, то, что ахалтыкинцы, например, да? Это же их порода коней иранская. Имели все для того, чтобы эту Северную империю разгромить, остановить ее, но ведь не смогли. То есть не смогли. Северная империя уничтожила Иран, Среднюю Азию. В руины превратились в цветущие города. Была даже эрегационная система была нарушена их. А сейчас вопрос возникает, правильно они сделали или нет? И вот сейчас приходят выводы, что они правильно сделали. Если бы тогда ее не разрушили, то Аральское море исчезло бы еще в средние века. Они нарушили ее, они уничтожили эту эрегационную систему, которая питала всю Среднюю Азию, и пустили реки свободно в Аральское море. И Сыгдарю, и Амударю. Этим спасли море. Правильно сделали или нет? Вот это вопрос. С одной стороны ужасно, с другой стороны спасли. Понимаете? Вот так. И уже мы добили это все. Это мы уже тут сделали. А в то время уже было все сделано с харизмой. Харизм был вот таким. Я хочу что сказать. Нам внушает, что какие-то качельники монголы пришли. На монголках, которые росту метр двадцать. Когда, чтобы здоровому человеку на ней сидеть, нужно седло вот такое высокое, чтобы ногами землю не цеплял. Понимаете? И вот это великие монгольские кони. О них столько написал Ян. Ян там брызгал слюной, писал. О, великие монгольские кони. Там Ченигс хан умирает. Я хочу, чтобы на земле только монгольские кони жили. Больше никаких не было и не жило. А я тоже этого хочу. Только не такие монголки, как и у нас в Сибири. Метр шестьдесят в холке. А то и выше. Понимаете? Вот такая вот грудина. Скачет, может, часами быть на галопе и не устает. Понимаете? Это кони ваши. Уж извините, у вас здесь есть кони хорошие. Но, подожди, с нашими конями? Это не кони. Понимаете? Я вам правду говорю. Ну вот, для интереса, мне вот кобылы наши, мы загрузили там сани, два мешка муки, три человека и пятьдесят километров по снегу, чуть не по пояс. Она с санями пролетела это в легкую. Пускай какую-нибудь другую конь сможет. Вот так. То есть, понимаете, вранье, вот это вранье, что Чингисхатовское войско могло одолеть империю Харизм-Шаха. Мало этого, они разбили арабов. Они вторгаются в Аравию, они вторгаются в Ирак, они доходят до Средиземного моря, они уничтожают Багдад. Мусульманскому миру приходит крах, конец. Они вторгаются, ведь про это они стараются не говорить, мусульмане скрывают, они вторгаются в Аравийский полуостров. Они уничтожают Медивную Мекку. Казалось бы, куда? Дальше уж некуда. Все. Все. Исламский мир угас. Удар был страшен. Разворот идет в Восточную Европу, так называемый Восточный Улуз. Ну, а Восточный Улуз? Вы, наверное, знаете, что 200 и с лишним городов находилось у нас тогда здесь. Начиная от Белого моря и кончая Балтийское, и кончая Уралом. Здесь огромная территория была занята. Тут болгарское ханство было еще, булгары так называемые, а мусульмане, но и те же русские были. Они были союзниками, кстати, в Руси. Они никогда не воевали с Руси. До сих пор татары с русскими. Это самые ближние, самые нормальные союзники, друзья. Таких вопросов. Одна, опять же, психология. Что делить-то? Так вот, вот это вот вранье. Якобы было ужасно. Это татаро-монгольская игра. Страшная там, ужас. Что написано? Только надо посмотреть эти летописи и посмотреть рисунки. Там по рисункам сразу видно. Вот такие монголы, как вот у меня сидит парень на первом ряду. Красавцы-мужчины с такими бородами, с такими вот волосом длинным, светлым, белым, понимаете, русым. Вот такие монголы появились. Здесь вот восточный уст. Взяли 14 городов, но некоторые города были снесены до основания, те, которые боролись именно за христианский мир. То есть это было христианское, уже такое вот влияние мощное западное. И вот это влияние, где вот влияние было очень сильным, вот, например, в Изане, например, влияние Византии было очень серьезное. Например, Владимир, Владимирское княжество, влияние Ватикана, очень сильное. Братья не могли договориться. Ярослав не мог договориться с Юрием князем, или Георгием. Георгий тянулся к Ватикану. Он хотел отказаться от древнего мировосприятия. То есть, понятно, тут дело не в религии, а в хилософии древние. Представление о творце. И что получилось? Два брата, они не враждовали, но в то же время они были друзьями. Погибает Юрий или Георгий. Битва при Сыте. Он погибает. Разгромленное войско его. Взят Владимир, но не ограблен, но не сожжен. Взят Суздаль, но не ограблен, но не сожжен. Эти два города передаются князю Ярославу. И Ярослав становится князем всей Восточной Руси. То есть, он становится киевским князем. Передает ему власть кто? Некий Батыль. Кто такой Батыль вообще? Его называют всяко. Батыль называют. Безбожный царь там написано. Батыль. Что за Батыль? Кто такой? Что за имя? Таких имен-то вообще нет. Понимаете? Ну, скорее всего, это казачья кличка была, может быть, Бати. За ним шли в бой. Ордашева как за своим. То есть, это казаки пришли. Это казачья, вот эта вот волна, первая мощная казачья волна пришла на эту землю. Когда... Почему казачья? Ведь очень легко преддоказать. Знаете как? Возьмите детскую энциклопедию. Британскую детскую энциклопедию. Есть такая энциклопедия британская, детская. Я случайно ее взял, там ответы на вопросы. На русском языке. Даже не знал, что там про казаков что-то есть. Там про бандитов, там каких-то там про пиратов, там чего только нет. И вот там есть казаки. Британцы просто пишут. Это Орда. Остатки Орды. Той, которая пришла из Сибири. Все казаки, живущие здесь кубанцы и те же самые потомки запорожцев, это тоже Сибирь. Их только они раньше пришли. Оказывается, потомки, то есть казаки запорожцев, запорожские казаки, это прямые потомки печенегов. Это печенежский пласт. А казаки, которые здесь на Кубани и по Дону, это половецкий пласт. А язык один, культура почти одна. Ну там одни длинные волосы, а другие там оселедец оставляли себе. Вот и все. Почему, например, князь Святослав побрился и себе оставил вот этот оселедец? Для чего? Ведь его же печенеги выбраны командующим. Он над печенежским войском командовал. Вот в чем дело. И никакой куряк его не убивал. И никто ему голову не отрывал. И никто из его черепа ничего не делал. Понимаете? Это красивая сказка, которую придумали для нас. Потому что, чтобы командовать печенегами, надо было быть печенегом. Он принял облик печенега. Вот и все. На самом деле, по своему происхождению, был винетом, он был в Западной Руси. Его горни из Старгорода, из Центральной Германии, откуда приехал его дед Рюрик. Вот и все. Но это был один мир, один гигантский русский мир, который объединял и Сибирь, и Восточную Европу. Вот это надо понять. Я ничего вам все это рассказал. Вы должны вот что понять. Вы как умные люди здесь сидящие. И сколько вас знаю, вы все есть удивительный народ, умеющий думать. Ведь, понимаете, нам втюривают такую чушь, какие кочевники могут что-то завоевать. Ведь, чтобы вести завоевание, нужно иметь мощнейшую индустрию, промышленность. Нужно иметь лучших в мире коней. Они у нас сохранились в Сибири. Я столько говорю про них коней. Нужно иметь доспехи лучшие, которые не пробиваются никакими другими, никаким видом оружия. Чтобы сохранять жизнь воина. Нужно иметь оружие, которое рубило любые лапы противника. Нужно иметь луки и стрелы, которые пробивают все. Ведь в Европе только английские лучники и были опасны для Европы. А когда они столкнулись, европейцы столкнулись с Сибирской Руссией, вот тут они узнали, что такое лучники. Что такое лук настоящий, который протыкает доспехи рыцарские в легкую. Парцири двойные, ламинарные, насквозь. Вот это оружие. Так вот, чтобы такое оружие создать, нужна какая культура? Разве кочевая? Нужна городская культура. Нужны столеплавильные печи, нужны тысячи столеплавильных печей. Нужно разводить коней, где-то держать этих коней, их готовить, учить надо. У каждого воина было два запасных коня. На одном он кастакал, сражался, а два были в запасе у него. Понимаете? Вот. Мало этого, значит, они ведь имели еще и осадную технику. Технику, какую никто не знал. Ведь европейцы не представляли, что это за техника. Чтобы брать города Средней Азии и Ирана, там камень немогучей крепости, нужно какие стенобитные машины-то ставить? Какие катапульты, чтобы метать огромные камни гигантского веса? По пятьсот килограмм камни летали. Вы представляете, это страшнее пушки, что стены ловились просто. Ведь это же ведь техника. Ведь китайские инженеры им помогли. Да, китайские им помогли. Китайцы сами этого ничего не знали. Не умели это делать. Это делали другие из них. Китайцы плагиаты. Они хорошие плагиаты. Они скопировали порох. Но этот порох так и ни разу не применили. Они вот фейерверки делали из пороха. Ракеты запускали для веселения. А чтобы пушку сделать, они не дошло. Голова у них не сработала. Но ведь сейчас уже доказано, что тюфяки-то были сделаны дубовые пушки. Внутри бронзовые эти трубы были уже сделаны Чингисханом. Оказывается, картечью сносили конницу Харимшаха в легкую ударами картечью из пушек. Это был 13-й век. Потом эти тюфяки поставили уже на стены Кремля московского. Это было все сделано в Орде. Это не было сделано в Европе-то. Ведь почему нам так сказки-то рассказывают? Сколько врать-то можно? Что кочевой народ смог на этих вот лошадях, которые не отличаются от осла, да? Да, эти кони были. Были. Этих коней держали. На самом деле, это были кони какие? Это кони весные. Их, они не требуют ухода. Они просто живут себе и живут, копают этот снег. Из-под снега вынирают эту траву. Они маленькие такие, слабенькие. Но их можно колоть и резать, их можно есть. Это очень удобная скотина, которой фураж не надо готовить, понимаете? Вообще. Эти кони в себе живут в степи. Надо пошел закололывать тебе, пожалуйста, питание. Да, тартары ели конину. А почему не есть? Хороший конь, он действительно... Это почему? В более позднее время христиане отказались от коня, как от еды. Потому что на коне пахали. Коней много никто не держал, никто их не имел. Конь стал почти священным животным. Но на самом деле, в древности, они конями питались. Вот такими конями, маленькими такими, специально для этого выведенными. Но боевые-то кони были другие совершенно. Они и сейчас сохранились. У нас эти кони в Сибири, ты видишь, по орбит. Они стоят на островах или стоят на песке от паута, прячутся. Там такие лошадки, как посмотришь, диву-дивишься. Здесь приезжаешь у вас, ну, конь, ну, конь. Конь и конь, да? А говорят, тут тирская порода какая-то там, супер-пупер. А у нас вот совсем другие они, да? Но вот там сразу видно, что этот на нем всадник, 100-килограммовый всадник сядет, в лесу, в доспехах, в тяжелый конь будет. Он поднесет его, он не почувствует, понимаете? Такая мощь в этом коне. Кроме этого, наши кони вот такой имеет шерсть. Вот они, как медведи, закрываются шестью полностью. В 40 градусах мороз падает снег, и лапами наши довольны лежат в снегу. Им нравится кататься по снегу. И копытят. У нас иногда вот сбегают, у людей кони, да? Вот из рыбзавода сбежали несколько коней, и потерялись. И лет 8 их не было. Потом нашли целый табу. В общем, живут, копытят по лугам. Мороз, не мороз, снег, не снег. Вот это да. Ну, правда, подлые люди постреляли их и все. А так эти кони могли бы сейчас там жить и жить. Вот. То есть, это порода особая. Кто-то ведь создавал на этой земле, на этой великой тартарии, и коней, и оружие. И это городская культура. Только городская. А теперь давайте посмотрим, что же делается у нас в Кемеровской области. А в Кемеровской области вот такие телеконники, вот сложенные из такого вот камня, они весь юг покрывают. Город Прокопьевск, там 40 шаг было. И телеконников штук 8, я знаю, вот таких. Никто их весь не делал. Они давно заросли лесом. Понимаете? Потом их стали разбирать на дороге. Этот горельник возят, на дороге засыпали. Старинный, кто-то ведь копал этот уголь, коксующийся. Мало этого, но у Кузнецк, да, там территория горной шори, там огромные, отсыпанные эти самые, типа курганов, да, это шлаки, литейные шлаки после выплатки стали. Рядом у нас там железная руда, отменная железная руда. До сих пор там КМК, помните КМК, где танки делали, или танки во время войны, или Антоновская площадка. Там мощнейший комбинат, который, наверное, здоровее и крупнее, чем на Урале, намного. У нас горный шори. Понимаете? Вот. Короче говоря, если покопаться, в Минусинское, как это время, то же самое, Алтай, то же самое, посмотреть на территорию Саян, то же самое, и так до самого Китая. То есть, везде стояли древние города. Где эти города? Вопрос, где эти города? А вы знаете, их никто не ищет, эти города. Их никто не ищет. Я сейчас вам не могу показать, у меня с собой фотографии есть, я как-то показал, но, по-моему, Новосибирске, как будто, или нет, в Алтайе, в Алтайе показал. Сейчас с Алтая едем. Короче, была такая служба. Археологи когда-то выслуживались перед спецслужбами, а от спецслужбы выслуживались перед масонами. Это сейчас Владимир Владимирович послал этих масонов подальше и пытается восстановить подлинную историю. А был момент, когда в советское время эти ребята управляли всей нашей страной. И мы делали то, что они скажут, там, из-за бугора. Хотя был коммунизм, вроде, да, вроде у нас такие отношения были с американцами натянуты, а был на самом деле все по-другому. Так вот, эта группа ученых занималась чем? Они находили артефакты и уничтожали. Археологи находят что-то, появляется специальная группа, обкладывает аммонитом, динамитом или еще чем-то, взрываются, уничтожаются, сносятся, бульдизира приходят все это раз-раз. Вот так погибла деревня одна на реке Тари, там деревня, жили еще, челдоны жили в древней цивилизации, они там и книги хранили, все там, у них кладбище было, курганы стояли. Пришел в гульдозер, курганы все сравнял, статую сваробежок, люди разбежались, одного они убили, парня. Это все я получил, я вот эти вот в письменном виде, мне это археолог описал. Археологу сейчас больше двенадцатого лет, он уже ждет своей смерти, живет в лесу и со мной переписывается. Вот, и я от него получил фотографии. Фотографии на Алтай, гигантский город, в руине стоят его, фундаменты стоят. Представляете, на плато, на плато, то есть в хребет, потом идет ровное плато, типа как Укок, да, наподобие. И вот невольно, когда смотришь на эти руины и думаешь, может это и есть одна из столиц Великой Тарталии, потому что огромные территории, огромные территории. Он как написал, что очень далеко, куда смотришь, то есть до конца, на вериозонт, на все руины. Что там было? И почему эти руины остались? Понимаете, много было городов деревянных. Дерево удобно, жить хорошо, нормально. Местами города делались на фундаментах, на каменных. Вот скорее всего этот город был тоже деревянным, только фундаменты остались. Фундаменты, некоторые здания разрушенные, которые были каменные, может быть административные здания были, может крепость была. А вообще зачем эти крепости были нужны, когда такая могучая империя, она обходилась, наверное, без крепостей? Поэтому эти крепостей почти и не находим. И вот, сейчас надо будет, конечно, исследовать этот город. Я был сейчас на Алтае со своими ребятами, там мы узнали людей, которые знают это место. В общем, все это в будущем. Наверное, придется нам восстанавливать подлинную историю вот нам с вами. Вам здесь на Кавказе, а нам там в Сибири, да и тут с вами тоже будут. То есть надо очень многое увидеть, очень многое понять. Вот. И нужна нам подлинная история России. Та, которая была, которую мы знаем, и ту, которую нам написали Карамзины и подобные. Понимаете? А эта история корнями уходит в такую дарь, в такую вековую дарь, что очень трудно сейчас что-то понять. Самое печальное, вот в чем, что не осталось, кроме Кар, не осталось никаких письменных источников. Вы представляете, сколько здесь было городов? Вот если мы натыкаемся, вот 600 только деревень по одной речке дым. 600 деревень стояло. Вот. Мы там нашли буквально 5 или 6. Потом я выяснил, что их 600. Вот. То есть вся опи, это сплошные, что поселки. Вся весь Анисей, сплошные города. Все соединено дорогами. Вот. Примерно сейчас некоторые ученые считают, то есть Израилен, тот же Чудинов, например, он считает, что в Тартарии жили миллионы. Тут, скорее всего, где-то около 200 миллионов населения было. Огромное население было. И, ну, Кунгуров тоже самое, он говорит. Он тоже считает, что здесь примерно погибло 240 миллионов на этой земле. Вот. Включая и Кавказ, кстати. Включая и Восточную Европу. Потому что Восточная Европа – это тоже часть Тартарии. Если посмотреть карты, Москва – это столица, одна из столиц Западной Тартарии. Москва. И сам, сами наши цари, Иван Третий – это Тартарский царь. Это Иван Грозный, это тоже великий князь Тартарий. Понимаете, как? Вот интересно, какие вещи-то выходят здесь. Вот. И получается то, что здесь ведь тысячи песен когда-то было, люди пели. Тут были танцы, пляски были. Тут был свой театр когда-то, наверняка. Города огромные. Тут без театра просто не могло быть. Погибла культура. Культура невероятной высоты. Огромная такая культура, которую мы до сейчас… Даже предположить мы не в состоянии. Даже мы не можем представить, что же здесь было когда-то. И почему подземные вот эти вот города строились? Почему вся Тартария – это тоже подземные города? Вот. Но насчет подземных городов. Насчет подземных городов есть предположения, которые я могу высказать. Некоторые ученые пришли к этому выводу, но они вслух боятся говорить. Они просто боятся вслух говорить. Что эти города имеют очень давность большую. Это не пять тысяч лет. Это не… даже не десять тысяч лет. Это намного древнее. Это намного древнее. Это примерно около двух миллионов лет. В то время вот Ариана, Ариана, Великой Империи Севера и Атлантида, они между собой особо не делили землю, войны особо не было, и заселяли они эту землю вот до третичное время. То есть это, ну, начиная с палеоцена, это начало третичного периода, где-то с нескольких миллионов лет назад, где-то 60 миллионов лет примерно. Уже тогда прошло расселение вот этой белой расы по Земле. Но когда произошла катастрофа Великой и погиб континент, два миллиона лет назад, континент в Индийском океане, цунами очень серьезно перекатилось через Африку и через Австралию. И Земля стала колебаться, то есть 23 градуса 60 минут, то что сейчас вот мы, это самый удачный градус к плоскости Солнца. Тогда явные температуры и на юге, и на севере. На юге, на севере лето нормальное, на юге зима нормальная, то есть все в порядке складывается. Так вот, тогда началась вот эта беда. Земля стала что? Терять устойчивость. И нужно было строить, срочно нашим предкам, строить стабилизатор какой-то. Был построен стабилизатор. Вот Луна. Луна построена. Я не буду о Луне говорить это долго. И неинтересно, когда, возможно, будет. Мы говорим о империи вот этой погибшей. У нас просто времени нет на это. Но это был построен стабилизатор. Но когда вот его строили, страшное было время. Вымирание всего живого. Погибала третичная фауна. Оставалась только холодолюбивая фауна и флора. То есть это было тяжелейшее время оледенения полюсов. Ветры дули на севере, как в Антарктиде сейчас дует. Минус 80 и со скоростью 30 метров в секунду. Вот ветер, понимаете, в минус 80 градусов. Ну страшно просто было. Доживание это было невероятно трудное. И тогда, имея могучую технику, сильную технику, люди ушли под зиму. Эти города, очевидно, построены очень давно. Санат, почему я могу так говорить смело и не боюсь, что тут меня кто-то освистит. А пусть, вот кто попытается сказать нет, пусть они объяснят, как они освещались. Как? Ведь 5-6-ярусные, некоторые города вмещали в себя, ни много ни мало, по 50-60 тысяч жителей. Причем канализация абсолютная и водоснабжение абсолютное. Огромные галереи, залы, дворцы подземные, квартиры подземные. Все было под... И чем питались? Вопрос. Это самый сложный вопрос. Чем могли они питаться? Под землей. Если бы там факела горели, ну там же было бы все покрыто чадом каким-то, от факелов. Вот мы были в пещере тут недавно, у вас там, вот, Мизмай. Там, ну рядом с ним. Там, ну что в этой пещере? Все там, горели факела, а там до сих пор след виден. Вот это будет сотню лет ищить, да и больше нет. Здесь нет факелов, ничего. Следа-то нет. Значит, что? Была цивилизация более высокого уровня, чем мы. Потому что так бы остались бы провода от электричества. Но нет и проводов. Никаких. Нет мест, где бы работали электростанции какие-то. Допустим, дизельные. В то время нефть не добывали наши предки. Нефть не трогали. Вообще углеводороды не нужны были. Значит, они напрямую пользовались плазменными технологиями. Значит, горели плазменные светильники, которые встречаются сейчас до сих пор еще в некоторых курганах. Они вечные. Стеклянная колба, в нем возбужденная плазма. Она светит тысячи лет. Как она туда попадает? Как она, почему она такая, почему она так горит, никто не знает. То есть это вопрос, который до сих пор открыт. Есть только закон по уничтожению. Эти колбы тут же накоют, тут же разбивают. Уничтожают, уничтожают. Но о них очень много сказано, написано. Пытаются ученые понять. Это эфирная технология, которая, эфир у нас запрещен, официально запрещен, наша наука. Только через эфир можно выйти на понимание вот этой плазмы. Потому что эфир поставляет плазме энергию. Плазма горит. Ясно, что это плазма. Ну так, например, освещались египетские подземные захоронения. Долина царей, например. Там подземные их гробницы. Там все прекрасно оформлено. Там великолепные фрески, рисунки. И нигде копоти факелов. Только электрический свет мог быть. Только электрический. При этом свете могли рисовать. Либо плазменное освещение. Но до плазменного мы с вами так и не дошли. Мы не знаем, что это такое. И вообще технологии вакуумные или эфирные для нас, у нас все это запрещено. Мы пока об этом даже не говорили. Хотя уже наука подошла к пониманию вот этого. А древние знали. Эти города были освещены. Все это работало. Но под землей. Так, благодаря вот этим городам люди выжили. Выжили, а потом стали расселяться опять по земле. Эти города стоят у нас в Сибири. Плотоп Утарана. Например, Восточная Сибирь. Вот у вас здесь. Теперь уже понятно. Вот здесь у вас насчет Кавказа мы говорим. То же самое. Алтай. То же самое. Содиане. Памир. Теньшань. И дальше Гималай. То есть везде пустоты. Огромные, гигантские пустоты. Но сама Тартария жила не под землей. Эта империя была на поверхности. То есть она уже вышла из-под земли. То есть прошло время такое, когда нечего было там под землей делать. Там может быть под землей, там и еди сейчас хоронятся. Да, у нас. В этих пещерах. Скорее всего. Потому мы их и найти не можем. Они знают все эти подземные ходы и туда выходят. Но бог с ними, с этими сиенте, хотя они у вас тут и тоже живут на Кавказе. Я о другом. А почему она погибла? Как она погибла? Вопрос очень серьезный. Куда делись письменные источники? Письменные источники вот этой вот империи. Архивы-то должны куда-то деться. Где-то они же были, где-то они же хранятся. Наверняка они сохранились. Наверняка кто-то их хранит. Наверняка мы их найдем. Когда-нибудь. Вот среди этих руин. Может быть даже и не только среди руин. Там же под землей, о чем сейчас я говорил. Скорее всего так и есть. Где постоянная температура, где одинаковая постоянная влажность и нет бактерий. Там, наверное, все это сохранено. Не наверное, а так и есть. Потому что такую карту мне показывали в Сибири, о которой я сказал. Это, я тут если уж коснулся карты, скажу прямо. Из Иркутска, вот рядом с Иркутском, какой-то город стоял древний. Иркутска стоит на руинах старого города. Так вот от этого города на Ольхом дорога идет. На остров, на Байкал. Дороги две. Одна современная, а одна древняя. Вот на этой древней дороге я сам побывал. Где топор не лазит в лиственицу, которая лежит под землей. Она каменная. Вот так. Так вот, гибель Тартарии. Вот это самый сложный вопрос. Я еще раз повторяю. Кто подходит к этому пониманию, они руками разводят. Я не знаю, что сказать. Есть одно упоминание. Что начался раздор внутри ее. Да, это было. Это был 15 век. Конец 14 века, когда Тимур, самаркандский, вот этот вот людоед, который там обосновался, Иркда, решил унести удар по Тахтамышу. Это, опять-таки, написанная летопись. Но кто ее писал, вопрос. Может быть, писали и иезуителю писали. Может, наши папы писали. Но то, что говорится, есть, то есть. Мы эту летопись можем посмотреть. Я ее изучал, смотрел. Там, значит, Тахтамыш обзаводится союзником в лице великого литовского князя, вот, Витов-то. А Тимур атакует и того, и другого. И вот, якобы, Тимур уничтожает 150 городов. Он разбивает Орду, вот, разбивает Ахтамыша и уничтожает 150 городов Тартарии. 150 городов Орды. Но, извините, 150 городов уничтожены. Они, на самом деле, в руинах. Эти 150 городов, ни названий никто не знает даже. Они в руинах лежат. Они, на самом деле, сплошные руины. Но, опять, когда смотрят историки, время это более позднее. Более позднее время. Не время этого Тимура. И потом, 1410 год, опять из Тартарии приходит войско. Войско куда приходит? На Грюнвальд. Бито при Грюнвальде. 1410 год. Тартария оказывается союзницей смоленским полкам, то есть смолянам, вот, великому литовскому князю и князю польскому, Егаре. Приводит это войско некий Джиларь, хан. То есть Тартария принимает ислам. Вот это, понимаете? Ислам. Начинается исламизация южных земель. Скорее всего, скорее всего, здесь можно предположить так, что сначала ислам принял Тимур, ему навязали арабы. Сначала они побеждали, да, побеждали, но идеология сломала, что добрость, воинскую добрость сломала идеология. То же самое произошло с Тартарией, что когда-то произошло с зарастрийским Ираном. Когда Иран был разгромлен арабами, Иран вынужден был принять ислам. Но там арабы навязали Ирану и ислам мечом и огнем. Здесь получилось наоборот. Очевидно, стал работать уже не плеть, а пряник. Что-то там они пообещали мусульмане, пообещали правителям юга, то есть в Синей Орде, так называемой, если верите, летописям, которая создавала вот этот вот самаркандский вот этот эмират. И он принял ислам. И очевидно, вот это нападение вот Самарканда на Золотую Орду в 15-м, конце 14-го, начале 15-го века, это была исламизация. Это была самая настоящая исламизация вот этой территории, но не всей. То есть часть территории была исламизирована. Когда Тимур вторгся на территорию Руси, почему-то он не двинулся на север. Неподятно почему. Он взял елец, больше не пошел. Тут попы рассказывают сказки, что якобы ему приснился сон, он увидел эту Богородицу там, Мать Иисуса Христа. Вот. И он испугался. Но такой, как Тимур, вряд ли чего он испугался. Там что-то было другое. Вот. И эту исламизацию, когда провели, то уже в 1410-м году, да, уже исламская армия, вот это так далее, пришла в Гренвальд. И битва при Гренвальде, когда говорят, там сражались эти, значит, поляки, русские против тевтонских рыцарей. Там еще была маленькая армия, 200 человек было чеков, и человек 300 было молдаван, да, бесподарик молдавский, там тоже пришел к союзникам. Но главное это была конница чья? Тартар. Их там 10 тысяч было. Это не маленькая была армия-то. Опять. Хотя они приняли ислам. Но никаких там монголоидов не было. Там были чистые русы, но они были уже исламизированы, они уже были мусульманами. Понимаете, что получилось? Вот так. Ну хорошо. После этого распадается эта арда на большую, так называемую, во главе с Ахмедом, ханом, да, или князем, и на малую. Малая потом распадается на Нагайскую. Где Нагайцы сейчас? Вопрос. Куда делись Нагайцы? Куда делась большая арда, что с ней стало? Вопросы сплошные, оказывается, сейчас. Они снова перешли из исламы, часть перешла куда? Они в христианство подались. Они создали уральское казачество. Это казаки. И те же самые Нагайцы, они оказались что? Казаками, уральскими казаками. И часть из них перешла на Кубань. Здесь, на Кубани, произошло сражение в XIX веке Александра Суворова и его войск с Нагайцами. Нагайцы сначала приняли условия империи российской, а потом отказывались. А почему не ясно? Что-то им не понравилось. И вот это единственный момент, когда Александр Суворов, великий наш полководец, как маленький ребенок плакал, глядя на эту битву. Потому что Нагайцы шли в атаку на пушки с сабрами, на конях своих великолепных. Их сносило картечью, и когда они умирали, они сами себя закалывали кинжалами, но не сдавались. И он видел умирающий русский народ, принявший другую идеологию, абсолютно другую. Который говорил уже не на русском языке, а русский язык знал только единицы. Который говорил уже на тюркском языке. На другом, который был создан как это для азиатов. Но у Нагайцев экстерьер, порода, будет так говорить, антропология была русская. И Александр Суворов это прекрасно видел. Он видел безумство храбрых. Безумство храбрых и не знал, что делать. А был приказ уничтожить. Вот он их уничтожал. Часть из них ушла в горе, потом спустилась, приняли русский язык, приняли христианскую веру. Или вообще отказались от всякой религии, остались, вспомнили свое древнее солнечное мировоззрение. И теперь поздравляю вас, Кубац. Вы часть Нагайцев здесь сидящих. То есть это вот так получилось. А остальное куда делось? Тартария. Остальное-то. Восток. До самого Китая. Вы, наверное, слышали не раз, что Великая Китайская Стена, Великая Китайская Стена, она построена не китайцами. Вернее, как, ну, роды китайцы там работали. Ну, их хорошо кормили, а потом отпускали на родину снова. Чтобы они уходили на родину. Их не убивали. Там нет кладбища рядом с этой стеной. Там есть кладбища, но небольшие. Так вот, сейчас уже я сначала долгое время не верил. Не верил, думал, сказки рассказывал. Думал, патриоты явно присвистнули. Рассказывают всякие сказки. Ну, когда туда поехали люди серьезные, которые изучали эту стену по-настоящему, когда я прочитал дневники Козлова Великого, который нашел город Харахор в пустыне, они удивляются. Все больницы нацеблены на китайцах. Наоборот, зубцы стоят направлены на Китай. И пишет Гром Громарева, такой есть у нас великий 19 века антрополог, историк, который описывает дневнии, уход дневнии из китайской равнины. То есть белой расы нашего народа. Что китайцы вытеснять стали русских тем, что они стали плодиться. У них главное оружие – это умение плодиться. Когда у каждого китайца по несколько, по 5, по 6, по 8, по 10 жен, и каждая жена по 12-15 детей рожает. Понимаете, что? А оказывается, у них, у ханцев, женщина, когда рожает ребенка, она испытывает эйфорию при хорошем наркозе. Ей нравится вот этот сам процесс родов. Она готова тут же родила и тут же готова снова беременеть, снова рожать. Она переживает седьмое небо в этот момент. Вот так. Ни одна женщина не переживает другая. Даже ни греканки не переживают. Нет. А вот они переживают. Очевидно, такова генетика у китайцев. Но это отдельная тема. Про китайцев это долго рассказывать. Это народ дракона, созданный тоже искусственно, даже как и богоизбранные. Часть из них искусственно создана, специально создана для будущего. Поэтому, очевидно, вот так. Так вот, строилась эта китайская стена не для того, чтобы обороняться от китайцев. Ведь ни одна армия, ну, вернее, ни одна стена, она, ну, и ни одна армия, она со стеной не будет считаться. Она пройдет, любую стену, пройдет и пройдет. Ну, и так же, как стена не остановит ни одной. Дело не в этом. Не в военном отношении стена была построена. Не для войны. А вот как. Завоевание их было таким. Они проникают на свежие земли. Говорят, будем платить налог. Да, вот, вот это другая империя. Там другой проритик, там все другое. Но мы согласны платить любые налоги. Естественно, вы же не будете нас грабить. Если ограбите, мы же сдохнем. А вам не нужно, чтобы мы работали. Мы будем платить все. Мы будем вырабатывать землю. Мы будем давать все, 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 все. Рабочая сила – это мы. На нас можете рассчитывать. И тут же начинают, что им дают землю, они поселяются, и тут же начинают плавиться. Через два-три поколения их становится больше, чем местного населения. Естественно, местное население отступает. На север начинает, да? Они опять туда проникали. Привет, выпить пришли. Нам надо здесь жить. Мы воевать не будем. Мы нормально будем торговать с вами. Будем сеять, пахать. Тут все, что скажете, будем любые работы выполнять. Мы согласны на все. Так вот, стена крепостная китайская, эта великая, она была построена так, чтобы в эти вот ворота, эти вот орды, эти вот переселенцы не могли пролезть. Через стену они никак, а ворота охранялись. Это была граница той великой Тартарии от Китая, от монголоидной расы. Не только от китайцев, но и от джунгара. Вот джунгары ворвались на территорию Казахстана, и мы сейчас имеем казахов. А на этой территории жили скифы. Это был Казахстан. Вот, вернее, Казахстан. Остал сейчас Казах. Видите, одна буква, да? То есть, что получилось? Просто-напросто мужчины были истреблены, женщины были забраны новыми завоевателями, родили монголоидную расу. Сейчас любой казах – это наполовину монголоид, наполовину белый. У многих казахов у них голубые глаза, есть и серые глаза, но лица-то плоские. Маленький рост, короткая шея, ноги кривые. То есть, это чисто монголоидный, ну, наполовину. Вот так, они не совсем, их относят к уральской расе. Вот и все. Они до сих пор вспоминают, что их предки были когда-то голубоглазые, высокие, блондины, красивые, на этой территории жили, да, они правду говорят. С одной стороны, предки-то были, да, а с другой стороны, джунгары были, из Китая, которые пришли. Это китайцы. Так вот, эта стена была построена вот именно от таких вот, от такого вот завоевания. Чисто демографического завоевания, которое проводится сейчас в Африке и проводится на Азотских островах. Сейчас Китай сюда переселяется, а тысячи нет. К нам они попробовали холодно, да и неохота с нами вести войну, потому что жестко все-таки их стали принимать русские и потихоньку стали выдавливать отсюда. Они сундулись, теперь они раздумали и двинулись на юг. Теперь они, у них главное это Зонские острова, это Сингапур, это Таиланд, туда они сейчас переселяются и, конечно же, Африка. Туда сейчас так тепло, там нормально, там очень много полезных ископаемых и часть населения сейчас хранит туда, посмотрите, что будет. Там будет война с Южноафриканской республикой, наверное, даже с американцами из этой республики, там много чего будет. В общем, вот так. Ну, а теперь все-таки, что же стало с самой Тартерией? Я вам сейчас скажу, вы надо подумать, что я не совсем здоров. Но она была уничтожена. Вот сейчас, начиная от фактов, ты никуда не денешься, она просто была уничтожена. Уничтожена сверхоружем и совсем недавно. Совсем недавно это случилось. Очевидно, что вот эта ведическая Русь сибирская, которая уцелела от исламизации, устояла. Это начиная вот Тюменская, северная территория, территория Восточной Сибири, Красноярского края, Минусинская каплорина и туда до самого Тихого океана. Вот. Домская туда область уходит, туда уходит Омская область полностью. Вот. Это все выжжено. Выжжена земля полностью. Там у нас нет деревьев, которым старше 30 лет. Получается, что совпадает время малого ледникового периода, который возник у нас в Восточной Европе во времена Ивана Грозного. Это вот примерно то же самое время. Это 1530-е годы. 1025-й, 1532-й, 1535-й. Вот это время, когда тенза стала замерзать. Когда сено, на спасение стали кататься во Франции люди на коньках. Европа вся была покрыта снегами. Но в Европе были какие-то урожаи. А у нас только урожаи-то были вот на юге. И наступило время голодания. Даже время вот Ивана Грозного, это тяжелое было очень время. И мы проиграем тогда Ливонскую войну. И Ливонскую войну Иван Грозный проиграл. Ну, вы понимаете, что это была не просто Ливонская война. Это была война со всей Европой. Поддерживали Ливонцев. Кокенгаузен крепость была взята. Ливонская Рига была взята. То есть Ливонцев наша армия разгромила. Но снабжение войск прекратилось. Питание было очень плохим. Людей стало мало. Потому что, оказывается, с востока отряды уже вот этой орды, их уже не было у Ивана Грозного. Великий царь смог единственное, что сделать. Он остановил турецкое нашествие на Европу. Вы, наверное, знаете, что была битва, великое сражение между турками и нашими войсками Прималы. Слышали такое название? Когда Воротынский и Хворостин, два наших великих полководца, разгромили 150 тысячную турок. Лучшую армию турецкую похоронили в наших степях. Здесь вот от вас не так далеко. Это не далеко от Дона. Вернее, от Северского до Донца. Вот это случилось. Вот это сделал Иван Грозный. Он смог это сделать. Но уже опираясь только на свою армию. Уже не было помощи с Востока. Уже с Востока помощи не было. Тартарии уже не было. Все. И тогда Иван Грозный, Иван Грозный, он что делает? Он отправляет своего человека. Ирмат Тимофеевич был человеком Ирона Грозного. Он его послал. Но это не купцы Строгановы. Он приказал купцам Строганову дать ему все необходимое. Потому что у самого Ивана тогда уже казна пустая была. Это было очень тяжелое время. Во-первых, скот пал. Не было... Был неурожай. Каждый год неурожай, неурожай, неурожай. Холода страшные пришли в Россию. Малый ледниковый период. Все покрыто. У нас не было... Лета не было. Один или два года общего лета не было. Представьте себе. В Центральной России. Это страшно было просто. Это не выжили. Как люди выжили, непонятно. Вот. И вопрос. Почему? Почему такое могло произойти? И он послал туда Ирмака Тимофеевича с одной целью. Остановить бухарцев. Не завоевать сибирское ханство. Его нечего было завоевывать. Сибирь осталась наша. То есть приняв ислам, сибирские тартари или сибирские русцы или русский народ с Сибири, приняв даже другую эру, другую религию, они остались верными верными крови. Голосу крови. Голосу генетики своей. Они не сопротивлялись и не собирались не сопротивляться Москве. Им это в голову не приходило просто. Потому что они понимали, это одно целое когда-то было. Они это хорошо помнили. Поэтому Ильмак Тимофеевич пришел кучуму разгромить. А кучума-то бухарский ставленник был. И с войском пришел. Вот главная была война остановить кучуму. И как он это сделал? Он это сделал просто. Оперся о местное мусульманское население тартар. Был лыжный поход организован уже после гибели самого Ильмака Тимофеевича. Это Данила Челкова. Он такой был, который построил Тобольск. Был еще один воеводок. Они нашли этого кучума в степях на лыжах. Окружили и уничтожили. Сам он, правда, сбежал. Его там калмыки добили. Но войско его исчезло. Вот и все присоединение. Завоевание Сибири. Да никакого завоевания Сибири не было. Просто не было. И Ильмак Тимофеевич пришел в Сибирь как хозяин. Ему полностью доверил власть Иван Грозный. Величайший наш царь. Он передал власть ему здесь в Сибири. И он от его имени царствовал. Он правильно судил. Русские законы действовали. Все было великолепно. Что русские, что этот мусульманин татарин. Одиннагог. Потому что татарин, это были... Но недавно татарами стали. Они вот стали. Их вот крестили-то недавно. Переяние не крестили, а перевели в исламах. Будет так говорить. Да, в исламах. Вот отсюда мы и имеем сибирских татар. Это барабинцев, это мы имеем эуштинцев наших, которые себя татарами не называют. Они барабинцы, эуштинцы. Чулынцы, например. По местам, по степям. А на самом деле это русские люди. Древности это все русский народ. И вопрос последний. Сейчас уже скоро мы заканчиваем. А кто же это организовал, это уничтожение татарей? Когда выжжено, все города сгорели, все деревни сожжены, просто сожжены. Чем страшной силы напал нам. Чем такое напал, что столько поднялось дыма, копоти, что сгорела вся тайга. Все выгорело. Вы знаете, не хотят на эту тему обращать внимание очень многие люди, даже из ученых. Ведь заболачивание Западной Сибири началось совсем недавно. А это можно посчитать слои торфа, как откладывается. Что делает тайга? Тайга забирает влагу из почвы и все выбрасывает в атмосферу. На тайгу всегда облака, всегда булажные. Деревья, как насосы, мощные насосы. Вот кто видел, как дерево спиливается, живое, там прямо фонтан воды бьет. Видели? Из центра дерева, сосуды дерева работают. Когда тайга сгорела, то эти насосы перестали качать влагу. Так появилось гигантское болото в Западной Сибири, Васюганское болото, мощнейшее, самое большое в мире. Так появились болота по Кити, то есть вся вот по Солыму, по Югану, вдоль Аби. Там огромные просторы, там выходишь, посмотришь на болото, его конца не видно вообще, там до горизонта сплошное болото баховое. Клюк он там полно морожки, там была тайга, там стоят обгорелые деревья, до сих пор некоторые деревья обгоревшие, их видно. А когда начинаешь буром, обокнаем ручным, натыкаешься на свой толстый слой горелого леса, все выходит горело. И вот вопрос, кто это организовал? Есть ответы такие, знаете, наивные ответы. Некоторые говорят, якобы по команде Ротшерда это сделала инопланетная цивилизация. То, что она это сделала, это точно. Потому что мощь от Артарии была несокрушима. Практически можно было только так ее уничтожить. Ведь население было огромным, раз, во-вторых, ведическое население. Оно сохранило древний уклад жизни, то есть древний миропонимания. Сохранились книги, библиотеки, сохранились дворцы, сохранились города. Но в этот момент как раз не было митрополии рядом. То есть наша митрополия, которая сейчас присутствует, которая сейчас с нами рядом. Боится, особо ничего не надо. Второго такого пожара на земле уже не будет. Отошло это все. Отошло еще от времена Наполеона 19 веке, когда Наполеону скрабли просто напоследно облучили и кончили ее. Это наши сделали ребята. Тут заслуга Александра Первого, который не лез никуда. И, конечно, великого Кутузова, который сумел отарганизовать ловушку. Но это уже другая тема. Вот что получилось. И некоторые ученые сейчас, которые у нас там в Сибири, они вслух про это не говорят, они просто удивляются. А где лес? Лес-то молодой. У нас вся Сибирь это молодой лес. Ну, 200 лет ему. Ну, от силы там 250. Но нет больше лесов. Нет старых деревьев. Приезжаешь в Германию, там стоят дубы. Там 5 обхват. На том же старом у вас здесь на Кавказе местами сохранился лес. То есть выжить его в горах невозможно практически. А у нас все сгорело. Даже город сгорело. Вот сейчас ездили по Алтаю, все молодое стоит. Все, ну, 200 лет. Ну, может быть, 300 лет. даже 300 лет не будет. Понимаете? Не будет. Вот так. И погибли села, погибли города, погибли деревни. Почему одна на деревне рядом с другой? Почему мы ходили когда в этих экспедициях, мы ходили, да? Вот. и не понимали, а что такое? Почему идешь под ногами керамика хвостит? А где кости человеческие? Да они сгорели. Просто люди сгорали жильем. Куда делись люди? Кладбища-то нет. Вот стоят, представьте себе, поселки, да? Волны, западины для дома. Вот стоят эти самые вот капища стоят солнечные. Ну, где-то должны же быть некропы. Ну, где-то кладбище должно же быть. Ну, ни одного кладбища нет. Ну, нет людей. Нет черепов, нет. То есть, настолько умно сделано было, что люди сгорели. Вот древние, может быть, кладбища поискали, вот древние, которые были, их когда сравняли, что их в них не натыкается. Вот. Но, очевидно, может быть, даже эти кладбища и не были в том плане, какого мы представляем. Может, сжигали людей. Скорее всего, так и было, потому что деревни наши, Челдонские, они там сжигали людей и хранили в курганах. Но не все сжигали, в Минусинской котловине там есть и кладбище не сохранились. Просто их запретили копать, трогать. Вот там чистые европеидные расства, то есть, чистые русские люди лежат. Натуральные от вас ничем не отличимы. Красивые, прекрасные люди. Ну, я не буду далеко ходить. Вот мы были сейчас в Горно-Алтайске, смотрели, правда, муляж все это сделал, он похожий, правда, они уже обманули. Волосы на эту принцессу черные налепили, а у нее белые волосы. Но это они, новосибирские сделали черные, сами понимаете, кто это сделал. Я не буду объяснять, кто. Новосибирцы сделали, не алтайцы. Но это алтайская принцесса, она голубые глаза и белые волосы. Она чисто русская. Вот эта принцесса, вы слышали про нее, да, находка ее? Ну, вот. Так вот, мы тогда удивлялись, шли по этим черепкам с орнаментами, выбрать имею, шумерские. А они под ногами. Вот они почему под ногами. Потому что случилось совсем недавно. Это произошло совсем не так давно. А это огромный столб дыма, когда выглядела такая территория, он уперся куда? В атмосферу. Его, естественно, разнесло. Солнце перестало, что? Нормально светить. Появилось, что? дефицит солнечной энергии. И мы получили малоледниковый период. Малоледниковый период, который не так давно закончился. Понимаете, как сейчас потепление идет. Вот такая история Великой Гигантской империи. Частью которого является Кавказ, частью которого является Восточная Европа, и территория Севера. Ну, насчет Севера. Еще есть несколько минут. Можно, да? Вот, насчет Севера. Знаете, никому не верьте, что Петербург построен с нуля Петром Великим. В Петербурге там такие мегамиты стоят. От древней до пиарнии или так-то. Это город Тартария, опять же. Это одна из старинств. Во-первых, стоит Петропавловская крепость, она вся из мегалитов сложена, из гигантских. Ее сейчас в рубашку надели, кирпичную, чтобы не было видно этих мегалитов. Но есть старые рисунки. Там такие камушки по 200 тонн. Кто их такие камни передвигал? Она там стоит. Истык она не на месте. Там воробей перебежит через эту протоку. Там корабли не будут ходить. Корабли-то ходят в другом месте. Она вообще не на месте Петропавловской стоит. Понимаете как? Это старая крепость. Насчет александринского столпа. Он стоит ни на каком ни на растворе. Но чтобы он стоял 800 тонн точеный на станке, на станке точеный, нужно минимум в 6 раз больше фундамента, а лучше в 10 раз. Тогда он будет намертво станет. Значит, там, под ним, что там стоит? Мы же этого не знаем. Как это принесли, как это поставили, как они это все умудрились организовать, как это подняли. Кстати, некоторые энтузиасты попытались повторить. Ведь есть же написано, кто делал как. Все на бумаге все расписано, кто это делал и как. И даже чертежи есть. И такая у меня книга даже есть с этими чертежами. Они попытались взять и в пропорции организовать подъем этого установку александринского столпа. Сделали все из дерева. Ну, как было, как нарисовано. И что получилось? Бесполезно. Все разрушилось сразу. не выдерживает. В пропорции не выдерживает. Ну, а собор Исаакиевский, где 120 тонн, каждая колонна точенная на станке. Я думаю, понятно, что здесь. Ну, а представьте, как это без электричества интересно. Там привезли без твердого дорог все установили. То есть здесь, скорее всего, что могло быть? Петра Первого заставили на этом месте построить город. Все, что можно, это было сломать, сломали. То, что нельзя, приспособили для будущего. То есть отреставрировали, привели в должную форму. То есть, например, Соклицакевский и Казанский соборы. Значит, здесь что? Очевидно, цунами мощный был когда-то, очень давно. И это глины закинуло все. Как это вот города, смещенные города Майя. Сейчас кое-какие раскапывают. Новые, новые. Стоит холм глинистые, здесь заропшие лесом, джунглами снимают с него все, и там появляется город. Вот примерно то же самое было и с нашим Петербургом. И когда это все растащили, кое-что осталось, надо было как-то маскировать. Потому что современная цивилизация, вот то, что мы сейчас можем, мы же не в состоянии повторить ничего. это все делали наши предки. То есть, а город этот, название его неизвестно, никто не знает, но в Петербурге никто не копает. Там запрещено копаться, потому что копается объяснено наше. Там фундаменты домов древних стоят. Вы посмотрите журналы, которые выпускаются в Крамоле. Крамолы там есть журналы такие темненькие. Ребята там давно этим занимаются. Все это скрыто, все это стараются скрыть. Но самое интересное, когда копнули, начали делать и московские метрополиты, и петербургские натыкаются на галереи. Их только заново там просматривают, заново подводят бетонную кожуха эти вот снизу и проводят там линии. То есть, это все старяло очень давно. Но, не буду рассказывать про наш Томск, время нет. Но, казалось бы, там что там Томск? Маленький город, 400 тысяч населения студенческих город, да? Кому-то, кому в голову пришлось строить там галереи подземные? Там же весь пустой внутри. Огромные галереи, кирпичом сделанные, забранные, я видел это все, кирпич, узенький такой, тонкий кирпич, белого такого, желтого цвета, и все, все. Кто-то это делал, кто-то строил все это. Что, какой город стоял на месте города Томска? Ведь мы же тоже не знаем. После Ивана Грозного уже пришли сюда люди и стали здесь селиться, стали жить на этом месте. Ну вот, спасибо вам за внимание. Я вам рассказал то, что сейчас известно по Великой Империи, вот, именно о нашем прошлом, вот, то, что вы, наверное, вряд ли знаете о ее судьбе. И кто мы на самом деле? потомки великой расы белого народа здесь живущей, на этой земле. Спасибо за внимание. Жалко, что у нас на вопросы времени-то нет. Какие-то опросы уже у меня есть? не кажется. Вот, у меня, я Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, Вадим, за ваши книги. Заставляю думать. Вопрос на твой. Ягдаревич, выключаю наш город от... Сейчас, извините, пожалуйста, я Вадима послушаю. Я бы, я... У меня вопрос по работе с подсознанием. И надо ли, надо ли тысячи, три месяца специально работать с подсознанием, негативную информацию игнорировать, либо работать параллельно с телом. Знаете, Вадим, у нас Велеслав здесь и ребята, которые это очень хорошо знают. Ну, не очень хорошо, но достаточно знать, чтобы тебе дать информацию по этой части. Вот, Велеслав, помоги, Вадим, пожалуйста, очень прошу тебя. Вот, так. Теперь ваш вопрос. Я хочу вас спросить, я с горячего случая. Наш город основан в 1764 году, а в широт в 1763 году. Жители горячего случая и обширотка уверены, ну, так вот, по крайней мере, говорит история, что мы, яхо, из таких территорий когда-то влетели обыгром. Не могли бы рассказать по этому вопросу. Где жили Атын и где тут исконные территории. Если у вас есть такая информация. Знаете, я был в прошлом вот, году, весной в Кабардино-Балкарии. Вот. Там мы были в Нарчике и была презентация книги. Кабардинцы и балканцы, они там вместе собрались, нас было человек шесть русских, полный зал был этих ребят. Они нас там хорошо приняли, прекрасно. Все уверены, что они все, так сказать, другой народ. Я пришел немножко с ним побеседовать. Я напомнил, что кабардинцы, а это родственники, кстати, Антегов, очень близкие родственники, пришли из Малеразии. Бывшие хет, хетское царство, скирский народ. А балкарцы, это бывшие болгары, которые распались на пьерде, одна ушла на Кавказ, одна ушла на Дунай, а другая осталась на Каме. Мы все одного корня, русского корня, вот в чем дело. И адыгейцы такие же, только их родина, Малая Азия, они сюда пришли в момент, когда отсюда ушло, часть нашего населения ушла, это была великая война с Готским союзом, когда была разгромлена Мускаларем. И вот на эту территорию они переселились в современной Абхазии. И пустое место, ковыться, не бывает, ну, пустын, его и заняли. На самом деле, опять же, они родственники покрови, они близки нам, во-вторых, они заняли место, из которого нас вытеснили в свое время годы. Ну, это был четвертый век, четвертый век Новый, вот так. И фактически эта земля и наша, и их нечего тут делить. Так, вот вопрос. В Китае в школах показывают детям карты, на которых территория Китая простирается далеко-далеко в Сибирь и учат, что это была их, наша, то есть, их территория. Все правильно. Я так слышал тоже. Ребята там наши бывают часто, сибирские, в Китае, эти карты во все, ну, что отравят свой народ, специально его отравят. Как они говорят? Китайцы у них вот так, так они рассуждают. Там, где китайцы, там и Китай. Потом они еще шире берут. Там, где монголоид, по расе близкий, там тоже Китай. А здесь расселилось у нас по Сибири, когда от Тартарии ничего не осталось. тут еще было время, когда их просто пускали через великую степь, еще времена фанасийской культуры. Их пускали просто несчастные маленькие такие племенные союзы, там, близко десятков человек, да, собирались там, роды, чтобы они просто осваивали эту территорию и платили дарь. Тех же Угров, Финов, это на Западе, или тех же, например, тунгусов. Тунгусы-то вообще появились недавно, они с 12 века появились, после разгрома Джонджейни Великих. Вот, когда их там разгромили, монголы так называемые, вернее, Сибирская Русь, они ушли на север. Вот, а паразиаты 3000 лет до нашей эры перекочевали, это туда пришли эскимосы, Чурчи и Юкагиры, они там давно, но 3000 лет, то есть, им просто пустили через степь, дали возможность им жить. Они сами это в своих легендах рассказывают, что до нас здесь жили белые люди, которые нас научили всему, что мы сейчас умеем и знаем, вот, их называли там тунитами, они сами себя инуин зовут эскимосы, а это были туниты, белые, голубоглазые люди, которые дали им культуру севера. Вот и все. То есть, фактически, китайцы врут, бессовестно, врут, нагло, они сейчас доказывают, что сейчас можно китайцев поселить везде, да, и заявить, что это Китай. На самом деле, вот так. Это очень легко можно доказать. Просто поднять свои, ну, археологические памятники, посмотреть, да, какие же здесь черепа. Есть книга такая здоровенная, называется «История Сибири», здоровая книга, и там скульптуры древних людей, маты, булетти, там маты, это территория, значит, Краснодарского ка, и булетти тоже, там политические стоянки по 25 тысяч лет каждая. И там черепа, лица чисто европеидные, там ни одного китайца нет, вообще, понимаете, вот и все. Как, вы представляете нас много последняя цифра 20? религии? По поводу влияния религии уже стоит тут, давно, да. Как вы знаете, я, я, про влияние религий, вот, то, что называется экуменизм. Я услышал давно, еще несколько лет назад. Вот сейчас, когда был на Алтае, одного священника знакомого встретил, он мне это сказал. Но, понимаете, слияние такое будет. А, вернее, проект. У них такой проект. Получается, что канон католический пытается нам навязать. То есть, унию. Дело в чем? Вы, наверное, знаете, когда унию принял князь Даниил Голицкий в свое время. То есть, подчинение православной церкви Голичины папе римскому. Это был XIII век. Он пытался вести борьбу с ордой. Тогда. Вот. И принял титул короля. Его короноварин. Зачем? Зачем это делается? Это вопрос. Вопрос очень серьезный. Потому что папе римскому позволено венчать на империи. Ну, понимаете, он венчал когда-то на императорский престол и Наполеона. Вот это вы сами подумайте. Я на него отвечать не буду. Кому это надо? Понимаете? Вот. Ну, вы поняли, о чем вы говорили? Вот. Зачем это тоже непонятно. Ну, может быть, еще то плохо, что у нас сейчас постепенно идет давление, очень большое давление на ведический мир, который уцелел. Я вот вам еще не рассказал, Петр Первый, там, очень много сделал по уничтожению Челлона. Ведь выжили же люди, даже после пожара выжили. И потом его, после Петра Первого, там никто не остался, там единицы уцелили. Вот. А Алексей Михайлович очень серьезный был мужик. Вот это вот так называемая реформа не коньянская. Эта реформа была прежде всего не христианского толка. Это ведических русских добить надо было до конца. Вот они их и добивали. Вот. А перекрывались, якобы там старообрядцы вгоняют. А старообрядцы тут под раздачу попали. Так что вот что сейчас будет, неясно, что будет. Но дело-то ведь все в нас. Если мы принем эту унию, пойдем к Папе Римскому на поклон, ну, значит, мы такие. А если мы не пойдем к нему на поклон? И вообще оставим в покое христианство. Пусть они там что хотят, то и делают. Ну и все. Сейчас давно уже религия стала, что заниматься политикой. Ну и пусть они там занимаются политикой. Пусть они там венчают на престол друг друга. Ну и слава Богу. Я когда был в Иринжике на тюрьме, как я узнал, есть мужские тюрьмены и женские тюрьмены. Известно ли технологии влечения людей с помощью и каким образом именно женскими тюрьменами женщины влечают? Потому что фактически они напирают это а мужские накачивают. Вы знаете насчет дольменов это очень долго рассказывать, но нет, вы уж не извините пожалуйста меня, вас кто-то дезинформировал. Не существует женских дольменов и мужских. Дольмены построены, это приборы, они созданы для того, чтобы у людей их центры, центры сознания настраивать на космическую волну. Когда мы сходим с ума, когда у нас что-то не так с головой, нас центры разбегаться начинают. У нас частоты меняются в центрах. Мы изменяем сознание свое и не можем восстановить его. Очень часто идет процесс через гибридизацию. Когда разные расы, например, негры и белые вот там манголоиды и тоже белые, тут рождаются люди непонятно какие. У них другая генетика у этих людей и другие центры. Вот это настрой, это как ключ, которым настраивают фортепиано, знаете, там какой-то инструмент. Это серьезная очень вещь. Не проходит человек через какое-то посвящение определенное, он просто не годится, не может этот человек пройти. Психика не позволяет, не работает психика, он просто не понимает о чем речь. Вот например, один меня долго трест, что такое совесть, расскажи, ну как я ему могу рассказать. Ну я попытаюсь рассказать, а он говорит, а я не пойму тебе, что ты хочешь мне сказать. Тут даже прочувствовал, то есть не работает частота, ему вдаль нет, провед некоторое время, он там несколько часов погодит, у него частотная характеристика станет так, какая нужна. И он будет все понимать. Это очень тонкая, очень серьезная система, например, она никого не лечит, лечится психика, сознание лечится человека, но не здоровье. Здоровье можно травмы вылечить, можно вылечить чем угодно. Ну то, что я знаю, может быть вы что-то другое знаете. какие еще вопросы есть? Скажите пожалуйста о школе. Ну школа, какая школа? Ну типа семинары в школе, такая школа, чтобы можно было учить взрослых, прежде всего взрослых, многих вещах, потому что взрослые ломают психику детям, и надо начать со взрослых. Когда взрослый с головой в порядке, они свои детей правильно воспитают. Если детей чему-то учить, как это делается в некоторых местах, то это нормально, тоже хорошо, надо отрывать, тогда надо интернат, детей отрывать от родителей, а потом возникает конфликт. Дети пройдя эту школу приходят домой, говорят, папа, ты дорог, ты вообще ненормальный, а я по-другому все вижу. И что получается? Мне пришло к виду, что надо прежде всего учить вас. А чему учить? Да общий закон, единый закон мироздания. Закон любви самый главный закон. Если его постигают люди, все дальше идет автоматом. Закон меры, закон равенства, закон крайности. пошло, 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 там уже все складывается начинает. Закон справедливости. Понимаете? Там законы вот такие. Закон сохранения энергии, закон свободы воли. Эти люди, когда это постигают, они правильно начать мыслить, правильно соображать, они все понимают. Дети с детства у них это получают, ребенок уже знает, как себя вести. Страшно то, что мы их не знаем. У нас же отобрано все это. Культура отобрана, вот эта, она рухнула. Почему Тартария сгорела? Именно поэтому там все сохранялось, поэтому ее сравняли с землей. Все. однако, вот как видите, кое-что сохранилось. И уже потом с детьми можно будет свободно работать, легко, потому что они пойдут школу в семье. А в семье будет все в порядке. Ну, может быть, и не будет, но кто не хочет, тот же и не будет детей своих учить. Может быть, учить будет наоборот, там, жадности, скаленности, еще чему-то там будут учить. Есть такие родители, которые говорят ворой, будешь счастлив, или там не имеют сто рублей, а имеют наглую ружу. Ну, такие тоже есть. Дорогая школа. Ну, пока еще неизвестно, еще нужно строить, еще немного работать. Вы не ко мне тут обращайтесь, я здесь только гость, здесь есть люди, которые их не заняты в плотную. Вот тут ваши здесь друзья, которые лучше меня знают и глубже понимают все. Я буду здесь приезжать, будем с вами встречаться, то, что знаю, я все расскажу. А ваша последняя книга по основным законам мироздания она уже вышла? Она не вышла. Эта книга не только по основным законам мироздания. Чтобы эту книгу написать, нужно базис создать, то есть информационный базис создать. если просто написать эти законы, как они работают, понимаете, просто, ну как сказать, людям очень сложно будет в них разобраться. Соответственно, легко. Врачов все вроде понятно, а как им пользоваться, и куда это может привести, и что-то дает, а что отнимают. то есть вот эти вот вещи, поэтому надо будет из двух томов. Вот первый том сейчас, он будет большой, здоровенный том, вот, надо будет его, ну, дописать. Он еще не написан у меня, будет написан, он где-то, наверное, весной. Весной я его закончил. Тут ведь еще много вопросов, понимаете? Это вопросы будущего. Ведь сами мегаполис, вот ваш тоже Краснодар, строят, строят. Чего его строят? Ну, зачем? Это же сами мегаполисы, это раковые опухоли на деле планеты. Ни одна планета второго порядка не имеет ни одного мегаполиса, вообще нет. Небольшие городки, небольшие красивые, это дома, это проще в садах, территории обустроенные кругом, подземные коммуникации, воздушные коммуникации, кругом живая природа, чистая вода, все чистое, энергетика вакуумная или эфирная. Избыток энергии позволяет из пустыни превратить в цветущие сады, понимаете? Избыток, нужно вытянуть избыток энергии. Как мы выходим на избыток энергии, эти все мегаполисы будут убраны, они их просто уберут, они просто снесут, подкорят, не нужны. это электромагнитные поля, жить невозможно, детей рожать нельзя. Дети рождаются ущербные, они бы в деревне родились, они бы одни были, они бы рождаются в городе, они не знают земли. понимаете, это ужасно, берешь ребенка из города, из такого, попадает он в деревню, он там счастлив, он счастлив, там у него, что только нет, собачки там у него, там кошечки там у него, кони на конях катаются, он на рыбалку бегает, он с каждым деревом общаться начинает, он, у него душа начинает просыпаться, у него огромная такая душа, теплая, добрая, у него доброта рождается, он наполняется светом этот ребенок, его чуть-чуть подправлять, чуть-чуть и все, попробуй в городе воспитать. Вот будущее, вот об этом я и пишу в своей книге, что вот эта книга, она будет посвящена вот этому, будущему, потому что будущее не за мегаполисами, они отжили, даже как капиталист себя изжил, он уже изжил, все, рыночная экономика себя изживает, она не может больше работать на земле, только плановая экономика может, только плановая, где планы вносятся, где огромные средства вкладываются в возрождение ландшафта, где новые леса, новые сады, новые почвы, где у нас почва гибнет, у нас скоро не на чем будет выращивать урожай. Вот, вот на что дошли, у нас пустыня, а пустыня не идет, сплошная, ну, беда, вот эта беда, которая сейчас уже все затрагивает, ведь, если мы потеряем почву, мы потеряем все, земли-то не будет, тогда не начнем будет, ничего не вырастешь, даже скоту не начнем жить будет, трава не будет расти, к этому же идет. Вы знаете, что европейские черноземы, они все вывезены из России, их же из России, из Кубани, отсюда увозили миллионы метров, вывозили, землю воровали, вот все эти войны, нацелены на Россию, это украсть землю, это было главным, что самое главное, у них там земли-то ведь и не было никогда, камни одни, еще центральная Германия, там слава богу, там что-то было, и серая лесная почва, там все в лесах было, герцински резаные, нет, а черноземов-то нет, в Италии, например, их никогда не было, там горы сплошные, в Греции их, или сейчас их нет, ну, вот эти вот вещи, конечно, нужно все писать, все рассказать людям, какие еще есть вопросы? Сергей Алексеевич, очень многие люди сейчас возвращаются к истокам и ищут каких-то людей, которые обещают иметь какие-то корня, как-то, как распознать все истины, потому что очень много информации и интернете. Знаете, насчет корней, насчет корней, самое главное, вы в мистику не впадаете. Вот это самое главное. Ведь, понимаете, здесь есть понятие психофизика, влияние наших эмоций и нашего ментального поля на тонкий мир, на тонкий план, на мизонные поля, на эфирные поля, на плазменные поля, на различные волновые процессы. Вот здесь, здесь, вот, самое главное, чтобы не в какой мистики, здесь везде должна работать научная мысль, методологическая, философская и научная. Когда мы будем относиться к этому серьезно, не как маги какие-либо. Все, вся эта магия, ребята, все это, знаете, что это, просто мы не знаем, вот, какое-то заклятие, как оно работает, мы даже и представлениями, его тупо прочитали, там, кого-то лечим, еще что-то. Ну, а нужно же знать, почему оно работает, что включается, как это работает. Когда ты это все понимать начинаешь, мистики нет. Ты, может, вообще к этой магии откажешься? Вообще магия, она не нужна никому. Все формы магии, ребята, это все формы магии, это черная магия. Ведь достаточно, почему черная? Потому что учиться надо этому. Это надо, очень много учиться, надо себя какому-то эгрегору привязать, с этим эгрегором работать и стать рабом этого эгрегора, в конце концов. Зачем это? Когда мы все являемся частью самого Творца. Любой из нас. Мы все часть Творца. Это же понятно. Во всех текстах, в ведах, везде об одном и том же сказано, что человек это копия Творца. Все в нем та же, как и это макрокосмос, микрокосмос. Там макро, здесь микро. Мы такие же. Правильно просто нужно что? Нормально жить. То есть нормально относиться к жизни. Знать общие виды законными разданиями. Главный из которых закон любви. Если этот закон постиг ты, зачем тебе быть магом? Ты стал сам частью Творца через этот закон. Любое твое желание, но исполняется. Любое. Ты даже сам боишься что-то пожелать, потому что что-то пожелал, а тебе это может и не надо. Ты пожелал это на секунду, а потом что делать? Потом, ну потому что оно пришло, но ты никогда не пожелаешь ничего, никакого зла никому, потому что тебе через закон любви вышел на аудиторию. И тебе никто не страшен, никакой тебе маг не страшен. Пусть они там хоть что делают, там, прибегая ко всем формам черной магии, тебя просто, ну никак, ни порча, ни сглазь, тебя не берет, ну ничего тебя не берет. Ну как можно с Богом воевать? Ну ты же часть Творца. Любой из вас часть Творца, надо это понять и осознать, но через общий единый закон любви. Первый закон, на чем Иисус первый этот закон, что озвучил, тут же кончили. И на его, вот на этом учении создали религию, где о любви ничего нет, только одни слова, о подлинном подлинном любви нет, крестовые походы, костры инквизиции и до сих пор. Им сплошная ложь и лицемерие. Так что, вот если, если вы видите, что вас тянут куда-то непонятно, какие-то жертвоприношения непонятные, должны вам люди объяснить, зачем, как и почему. Если вам это объяснят, если вы это понимаете, вы поняли, да, ну тогда вперед. А если вы ничего не понимаете, вас слепую разводят, ведут вас за руку, взяли, куда-то ведут. Ну откажитесь от этого, это ясно, что это ловушка какая-то. Ведь могут придумать, ну знаете, что нам делают язычники наши? Вот, на Эдисее. А они еще лет десять назад коней живых топили в Эдисее. Жертвы приносили. Ну, кто-то мне сегодня сказал, что какой-то волк там требует сердца съедать, быка там и, по-моему, кровью запивать и с геном. Но спрашивается, зачем? Ну, опять волк какой-то. Ведь, чтобы назвать себя волхвом, это, знаете, надо какую-то школу-то пройти. И таких настоящих волхв, они никогда себя не называют волхвами. Они даже сами не знают, кто они такие. Им это и не надо абсолютно. Им эти регалии не нужны. Ничего не надо. Они какие-то бороды не носят такие вот, вулпатлы такие не выращивают. На себя ничего не напяливают. Они нормальные люди. Их ничем, они от вас ничем не отличаются. Но они владеют знанием, настоящим знанием владеют. Не внешней этой атрибутикой. И они вас никогда не подтащат куда не надо. Вроде я ответил на вопрос. Не вернусь, а в дополнение можно, если по этому вопросу? Мы уж не от старых праздников, а как же тем праздникам, которые традиционны, например, астадоксальные праздники, будем говорить, календар, кубава, кедвара-ваденцы, маам, вот эти вещи. И как праздники проводить? Ну, ребята, я вам так скажу, я книгу написал об этом, вы не читали мою книгу. Ну, там же, знаете что, может что-то взять, может что-то не брать. Это закон свободы воли. Может, вообще праздники эти не праздник, не будет греха никакого, абсолютно. Мы в душе, связаны с Творцом, что еще надо-то? Понимаете, нет никакого рабства. Если у тебя душа опалит, тебе хочется на праздники побрать. Ну, устраивай праздник, ну и празднуй на здоровье. Только чтобы никому плохо от этого не было. И самому тебе. Никаких там вин, никакого там, никакой водки там, никаких драк, ничего. Должно быть все красиво, здорово, все в общем, под общим изменениям. Изменениям, что, любите друг друга. Любите друг друга, и все, больше ничего не надо. Когда друг друга любят люди, все в порядке, все складывается хорошо. Извините, извините, пожалуйста. Можно подпишись? Да, и голова. Так, что, на какой вопрос? Про Серафима Сорокского, что он, посвященный, или это все вроде такие христианские? Видите, очень много христианских подвижников. Тот же Серафим Соровский, или там, взять того же Сергия Радонежского, которые никогда христианами не были. Вернее, как? Они были христианами официально, формально. Но они знали подлинного Христа. А знание подлинного Христа, это что-то знание Творца. Потому что, Иисус, это был волк, который давал общие единые законы мироздания. И они этими законами пользовались, просто-напросто. Находясь в христианской церкви, внутри ее. И тянули людей на этот уровень, тоже. Ни один из них не был насильником, никогда. И ни один из них не молился, так как молятся все. Они, если они знали одну молитву, Иисусову молитву. Его обращение, ну, вы знаете, отчинаш. Он единственное, что оставил после себя. Вот этим они пользовались. Знали гимны древние, знали обращение к солнцу, знали обращение к матери и земле. Они верили во всем жизнь. Это были, кстати, такие же точно есть подвижники и среди мусульман. Нисколько не хуже. Такого же высокого уровня. И тот же Магомед, например, был такой. Но потом переначали же все. Все же перевернули. Если учение Магомеда, посмотреть в его Коран, это обалденная книга. Там нет ни одного слова о насилии вообще. Ну, сейчас во что превратилось все? Исторический ислам ужас. Даже историческое христианство ужас. А эти люди, они следовали подлинному учению о Творце. И они были частью Творца. Это были прекрасные люди. Кто говорит, что они были плохие? Но они все плохо кончили. Все они были несчастные, если честно. Все. Как сказать, плохо кончили? Ну, мне немножко и так сказал, но в одиночестве, вот так сказать. Никто их не понял, как надо. Вот сейчас только понимаем, кто это, что за люди были. Например, тот же Серафим Саровский, и как он относился к масонам. Вы, наверное, слышали. Знаете. Ну, он вообще презирал все эти ложи, и вообще все. Он один выступал по всей системе масонства. Один. Один на один. И они с ним ничего сделать не могли, кстати. Вот так. Получается, что очи нас тоже извращенно. Почему? Ну, а строка вот есть. Не веди возбушения, но избави от лукавого. Ну, а что тут такого плохого-то? Искушение, это прежде всего и работа инстинктов наших. Это не единство поводов своих животных звериных инстинктов. Останься человеком. А лукавый это как раз та сила, которая тянет тебя за ниточки твоих инстинктов. Ничего такого нет плохого. Ну, все, еще и все вопросы кинут. Вы знаете, я хочу сказать, что у нас в 12-м году это закончилось темное и плохо и наступило утро с порога. Как вы должны это воспринимать? Что это для нас? Даже не в 12-м, но раньше. В 12-й год яркий просто. Яркий. 13-й год примерами очень яркий. Когда плазмоиды эти выброшены были из космоса. Вернее, в космос выброшены были. Ну, вот это вот было сделано. Ну, а как? Ну, как? Естественно, жить по совести. Ну, тут все просто же. Жить по любви, жить по совести. Не быть... Вы поймите, нас разрушает наше эго. Наш эгоизм, страшный эгоизм. Он нас просто в порошок стирает. Там, где эгоизм, там нет жизни, там все убирает. Вы знаете, вот эгоисты, вот даже я замечал, вот растения, вот живут эгоистами, семейко бывает, как зверьки какие-то. Они вот покупают, любят растения. Покупают растения из-за этих вот ну, декоративных. Они у них не растут. Они вот умирать, не умирать, а растения растут. Вот так вот несчастные растения вот так вот живут. Это же растение Ты перенесешь в другую комнату, в другую квартиру, где нормальные люди, да? Где нет таких эгоистов ужасных. Они моментально начинают в пальму превращаться. Там такие здоровые, не знаешь, что с ними делать, куда их ставить. Сразу все начинается. Вот я к чему говорю, что уничтожьте свой этот ненужный эгоизм. Он разделяет нас всех. Вот наступило утро с вами, значит, нужно научиться любить друг друга. Попробуйте это вот начать с нуля, с детей, с близких, с родных. Пускай даже к тебе плохо относится там кто-то, но ты старайся к нему хорошо относиться. И вот своим теплом, своей любовью, либо его с ума сведешь, он в петлю сам залезет, либо он начнет в конце концов что-то понимать, и к тебе начнет тянуться. И тебя начинает ценить, понимаете? Есть такие, которые ты к нему чем лучше относишься, тем ему хуже. Паника у него, он орет, орет в истерике. Я к тебе так, а ты почему такой? Он не может объяснить, потому что у него психика больная. Ну так до этого уровня-то не надо нам доходить к жизни. Старайтесь по-другому немножко жить. Ну, наверное, все, да или нет. Еще есть вопросы? Продолжение следует... Тут не один вопрос, а тут их надо целый час отвечать. Это много вопросов. Ну, я что могу сказать насчет того, что... Это ведь была такая традиция, если им нравилось так делать, ну, бог с ним. Сохранялось тело. Тело сохраняется для чего? Вот мумия делается. Для того, чтобы есть... Либо сжигает, либо в землю отправляет, либо мумию делает. Считается, что если мумию сделать, то скорее перевернется тот, чья мумия осталась. То есть, идет процесс вызова. Вызова человека с того света. То есть, он родится и придет на землю. Это, ну, как сказать, вот ты... Ну, попробуй объяснить. Вот умирает какой-то богач, очень богатый. Он страдает ужасно. У него там дворцы, там у него, там у него бог знает, что остается. А он на тот свет не может утащить ничего. Вот он старается, естественно, в смысле какой? Скорее родиться. Он рождается. Рождается быстро. Буквально там 2-3 года. Но уже не богачом. Потому что здесь он уже прошел свой этот путь. Какой-нибудь бедняком рождается. И наблюдает за всем этим, что он оставил. Он даже помнит, что это все его, но ничем, что-то не докажет. Вот так и тут. Это вызов тела, как мужская вера, вернуться. На обратно, на землю. А? Если мог, я говорю. Ну, конечно, за своим телом возвращается душа. К своему телу он перестремится. Это как магнит остается. А если сжечь, душа свободная. Хочет, придет, хочет, нет. Так и делали. Это неправильно, конечно. Ну, как неправильно. Для царей это было бы нормально. Ладно. Цари-то хотели быть всеми царями. И они же думали о своей стране. Он скоро придет, конечно. Но он выдох сей-го-балом. Слишком много энергии на материализацию отдал. И очень быстро убил. Ну, я уже чувствую вопросы, задаете мне уже лишь бы какой-то вопрос. Тогда давайте закончим. Спасибо. А. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...